Родовое поместье В городе жили, на самом деле, когда мысль появилась переехать в родовое поместье, когда приехали, поняли, что в город мы больше не поедем. Разница очень большая. Здесь и здоровье, здесь и протекание настоящей жизни. В городе просматриваешь чужую жизнь больше всего, сам не участвуешь в ней, участие в жизни. Участвуешь в своей собственной жизни здесь, в родовых поместьях, на своей родной земле, которая тебя чувствует, понимает, слышит, зовёт, дышит вместе с тобой и общается. Радуешься здесь солнцу, восходу, закатом, этим картинам природы, животным, птицам, которые летают рядом, конечно, детям, которые рождаются. Дети — это наше и будущее, наше счастье. Живём на самом деле ради этого и живём. Это настоящая жизнь. Потому что родом я сама из города. Потом, когда осознала, что жить в городе — это не настоящая жизнь, это словно вот в каменном муравейнике живёшь, ходишь на работу. А именно в родовом поместье мы узнали, что такое настоящая жизнь. То есть, тут действительно встречаешь рассветы, провожаешь закаты. Здесь жизнь реальная, живая. Только живя в родовом поместье, начинаешь задумываться о смысле жизни, о своём предназначении, о воспитании детей настоящим, истинном. Только в родовом поместье уходит суета, какие-то иллюзорные ценности. Только на земле здесь можно ощутить вот сам смысл, сам вкус жизни. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok И впервые, за несколько лет, родная партия была приглашена как участник данного областного собрания, где к нам был подготовлен доклад, я с ним выступал. И доклад был как раз связан с предложением родной партии продвинуть закон о родовых поместьях и непосредственно дать возможность организовать в Юрию Маханевской области родовые поместья, родовые поселения. Идея вызвала интерес у некоторых депутатов, сразу хочу сказать, появилась мысль создать круглый стол. Для подробного изучения вопросов, аспектов и, в принципе, как можно развить эту ангельскую область через ее поместье. Как бы вам сказать, это пробная, да, то есть, можно сказать, версия. То есть, круглые столы от депутатов, да, проходят немножко даже в других местах, но славно и отрадно, что мы здесь собрались и что мы уже таким действием уже что-то начали. Вот. Хочется немножко сказать кратко по программе, что у нас сегодня будет. Сначала мы, по крайней мере, я думаю, в начале нескольких выступлений расскажем, кто мы, что мы, как мы вообще, что нас здесь объединяет, да, саму идею, разум-то умение. Вот. Кратенько будет рассказ о родовых поместьях в России, как это сейчас идет, ну, развивается. Потом, кратенько, когда мы расскажем о родной партии, поскольку это не объединенная часть, да, этого всего действия. Далее будет, возможно, небольшая пятиминутка, чтобы можно было как-то обсудить. Докладчики смогут подойти ко мне, да, то есть, по крайней мере, как-то объясниться, представиться, чтобы я мог вас представить уже. И будет блок докладов, да, непосредственно как раз связан с этой темой. Система развития Архангельской области, да, через родовые поместья. Тема будет разная, очень интересная, поверьте, я думаю, уже сейчас поздравленная тема, да, так могу сказать, будет всегда, что послушать и что обсудить. Вот. Ну и в конце, да, то есть, тоже у нас будет, скажем так, подарок, да, маленький партийский концерт, где мы сможем уже отдохнуть, и не только, ну, от плодотворной работы. И что ж, начнем, да, то есть, непосредственно возникновение идеи родовых поместья, да. Откуда вообще все это пришло? То есть, для тех, кто, может быть, еще не знает, кто пришел, скажем так, не сильно сведущий в этом, хотелось бы, да, то есть, позвать Велину Купино. Можно как раз она нам расскажет, посредственно об этой идее, через признан. Надо было бы рассказать, наверное, ну, Галина Владимировна, меня зовут, я родом из Майлоксы, городовое поместье у нас создается в Владимирской области, потому что дети, которым я читала, когда книгу им игры, они соображают быстрее, чем мы, взрослые. Когда дочь ждала ребенка, они пришли на домик в Владимирской области, чтобы мы могли там начать создавать. Рядышком как раз была земля, выделялась для родовых поместьй. Ну, я вот начну сначала. В 1996 году вышли в свет книги серии «Звенящие пидоросы» Владимира Николаевича Мегре, предпринимателя, который в Новосибирске по Аби отправлялся караваны с товарами народного потребления по Аби, и оттуда закупали дикоросы. То есть, таким образом, он встретился с отшельницей Анастасией, и язык не поворачивается ее отшельницей называть, потому что она настолько сведуща во многих процессах, что, скорее всего, что отшельники-то мы. Ну, вот кто книги читал, тот, наверное, понимает. А кто не читал, «Звенящие пидоросы» серия 9 книг Владимира Николаевича Мегре, Анастасия первая книга. Мне когда-то тоже дали книгу, когда очень тяжелые были времена в жизни, и я решила для себя, что вот это правильно для меня. В общем, когда вышли вот эти книги, то миллионы читателей такую популярность они приобрели, что приняли как призыв к действию, что надо действовать, надо ближе к земле перемещаться, потому что это наша проблема от того, что мы потеряли связь с землей, связь с предками. Почему именно один гектар? Родовое поместье – это участок земли в один гектар для объединения всех родов. Самое главное, что там возможности объединиться. Мы позабивались все маленькие квартирки, все разъединились, поэтому, наверное, слабы стали. Это маленькая точка на планете Земля, но если каждая семья вот этот гектар превратит в цветущий сад, то тогда, наверное, вся земля останется цветущим садом. Этот гектар без права продажи. Вот такая идея была, которая стала национальной идеей для многих россиян. Без права продажи передается по наследству, и продукция, которая выращена или произведена на родовом поместье, она не облагается никакими налогами, нельзя этот гектар будет изъять или по суду, там факт-то, ощущение какое-то. В общем, человек будет стоять на своей земле крепко, и он будет спокоен, это его кусочек родины будет. Вы знаете, что, а, ну вот я хочу сказать, что в шестой книге, перечитывала сейчас недавно, прочитала обращение Мегре к президенту российской, нашей родине, президенту, «Дайте гектар земли, давайте создадим такой пилотный проект с тем губернатором, который понимает вот эти идеи, что надо людям дать землю». Ведь это не впервые прозвучало, что люди на земле должны, знаете, Слыбинский рекорд, это всегда было, да, кто там про Рим знает, всегда было, что люди на земле себя чувствовали увереннее. И в США, почему, как она поднялась эта страна, кто историю знает, тоже как раз потому, что у них, у фермеров была своя земля. И когда Мегре предложил президенту через книги, через свои, обратился к президенту, «Давайте, найдем губернатора, который даст людям землю, и посмотрим, что из этого будет». Понятно, что у вас много разных предложений, но, может быть, таким образом, ну вот вы все знаете, что появился такой сейчас указ, прошло столько лет, да, 10, сколько, 20 уже, с 96-го года, когда книги начали писать, но он там попозже написал. Ну, около 15 лет прошло, с тех пор, как он обратился, появился указ президента о дальневосточном диктаре. Но дело в том, что акцент с духовно-патриотического перенесен в потребительскую область, поэтому большинство народа не впечатлилось. И многим стало как-то непонятно, почему в Дальний Восток не средняя полоса. Если вот каждый человек в России захочет получить диктар для себя, то это займет всего 4% территории нашей области. Многие говорят, диктаров не хватит. Ну, вы вот знаете своих знакомых, свои семьи, далеко не каждый человек, не каждая семья захочет жить на земле. Люди разучились, отучились, и многие их там возле батареи нормально, что с душом, с ванной. Вот. На сегодняшний момент. А, ну, в итоге вот не получил такой поддержки, хотя сейчас, когда мы были в МГУ в Москве на первой международной конференции по родным поместьям, вообще с 99-го года Трумы Стылы проводятся на капитре агроэкономики экономического факультета МГУ. Ученый Павлов там. Ну, об этом расскажут, да? Что мы были на такой конференции. Значит, да, там была статистика. Так, я себя запутала. Ну, на данный момент 367 новых населенных пунктов поселений родовых поместьй созданы совершенно без поддержки государства, только на личные средства. Это в 22 странах, в России 58 субъектов Российской Федерации. Развиваются движения медленно, потому что противостояние есть, чиновников непонимания и лжеинформация. Ну, вот, кто в интернете информацию получил, что у нас круглый стол, вы видите, что мы два места сменили. Третья, как раз вот, как раз по звонку сверху нам не разрешили там проводить. То есть, лжеинформация. И когда я пыталась достучаться, спросить, скажите, почему, откуда за нас сказали? Ну, не учите нас. Сказали, что вы сектанты. Нормальный солдат. Меня поэтому радует, я когда читала по конференции в МГУ, читала доклады с 99-го года, с 16-го года, когда из Казахстана говорили, что у нас 9 лет к нам относились, правда, лояльно, нет, другое слово, толерантно. Да, они не мешали, не помогали нам, но и не мешали. Поэтому сектанты, они через все прошли. И когда во дворец президентский был приглашен на читательскую конференцию Владимира Николаевича Мегре, когда встреча на самом высоком уровне, они говорят, мы так вздохнули свободно, что может заниматься, и на тебя печать не наложат, чтобы какой-то не такой, какой-то там левый. Отмываться тяжело, когда на тебя коситься начинают, если каким-то углом рассматривают. Но еще одну вещь он сказал, там, я не помню, докладчик, он сказал, вы думаете, все, на самом высоком уровне в Казахстане родовые поместья развиваются, вы думаете, все рванули на землю? Отнюдь. Поэтому, вот. Значит, я хочу одну цитату президента нашего зачитать. России нужна не спущенная сверху, а спормированная народом национальная идея. Сегодня такая идея патриотизма. И вот предлагается нам, давайте развеем эту мысль и усилием ее, да, словами Амайи Ладилова. Есть, кто в интернетах бывает, есть теперь международный портал «Звенящий кедрой» называется. Информация там, статистика оттуда, вот у меня взята. Можете туда пройти и посмотреть. Создавался, сначала был создан фонд Анастасия во Владимире, потому что Владимир Николаевич Мегре, он во Владимире в последнее время жил, я говорила в Новосибирске. Вот, поэтому они там ведут международный портал и ведут, мониторят вот это движение уже 15 лет. Значит, в каком ключе надо развить вот эту вот мысль про патриотизм? Что такое патриотизм из своего кусочка Родины? И вот в этом ключе можно двигаться, да? В 2014 году в России санкции были объявлены для России. Неграмотные совершенно в политике. Вы понимаете, о чем я говорю? У кого какие отношения были к этому, я лично очень обрадовалась, потому что у нас есть своя земля. С 2007 года дочь на свадебные деньги купили кусочек 13 соток земли с домиком рядом с создающимся поселением родовых поместьй Лучистого, Владимирской области, Везняковского района. И я вот совершенно могу про себя точно сказать, что с плоскорезом в руках, плоскорез Фокина, наверное, многие знают, да? То есть не перекапывая землю, оборот от ласта, я, мама и маленькая племяшечка, и семья дочери из четырех человек. Но абсолютно не напрягаясь в удовольствии, можно прокормить вот эту семью. А если работать не одному человеку на земле, то, ну, это я про им как-то замещение, да? То есть это нам очень нужно. В поселениях родовых поместьй создаётся очень много экологически чистой продукции. И вот, например, ну, я считаю, что это прорыв, когда была выставка, эко-выставка в Гонконге, то, например, Новосибирская область представляла продукцию как раз-венящий кедр в России. Значит, про НГУ, возвращаясь, предложение поступило выбрать инициативную группу учёных для разработки программы развития страны, всей страны. Мы предлагаем депутатам Чехангельской области через родовые поместья. А они предлагают, значит, сделать вот на конференции, предложили, что давайте создадим. Но я думаю, что надо не только учёных туда приглашать, обязательно практика. И здесь будут выступать практики. Я вот конкретно про свою семью могу сказать, что когда я читала книги, дети мои не читали. Дети у меня сейчас сыну 30, дочери 28, но они слушали. Дело в том, что у нас в семье принято, в принципе, читать книги, но ещё больше принято, нравится детям лень читать. Мам, перескажи. И я пересказывала, ну, когда в спокойной обстановке-то всё, спать укладываться или что-то. И если сын не особо впечатлился как бы идеей, но в курсе всех идей, то дочь она это всё впитала. И когда она вышла замуж в Лиджегородскую область, то первым делом, когда она ждала ребёнка, она начала соображать, где она его воспитывать будет. И не на втором же, это же в автозаводского района в городе Нижний Новгород. Раз это автозаводский район, представляете, какая там экология. То есть, вместо того, чтобы молодой семье купить ей было тогда 18 лет, мужу её 19, 19-20 уже, когда ждали ребёнка, они купили маленький домик во Владимирской области. И так случилось, что у меня болела мама здесь. Я сначала нанимала ей нямик, потому что сильный инсульт, а потом подумала, что я же мечтала уехать в деревню, я туда уехала. Но дети, конечно, не переехали в деревню. Им нравится, когда мама тут огород обеспечивает, всё. Приехал за 120 километров, здорово же, да, яблоки, груши, и там всё во Владимирской области растёт. Поэтому просто. Когда у сына появились дети, они всё лето проводили в деревне. Два. Внука у меня 8 лет, сейчас я думаю, исполнись, и 6 вот будет. Они все лето проводили. Сын, замороченный, как большинство молодёжи, на деньги, чтобы обеспечить свою принцессу жену. Жена тоже, вот она, все они работали. И в конце концов, дети, вот эти два малыша, они отказались категорически ехать в Архангельске из Владимирской области. И когда вот этот конфликт, возникал такой конфликт между детьми и родителями, каждый конец лета надо забирать, они начинают истерьки устраивать, сын мне претензии предъявляет, что ты там с ними делаешь. В результате первой сообразила жена, то есть моя невестка. Она уволилась из Архангельска, приехала в деревню, которая никогда не занималась никаким сельским хозяйством. Она приезжала всегда, когда детей привозили на 3 дня, когда видели, что тут практически ничего нет, кроме клубники, начало лета, да. И когда в конце все вот эти вот банки, они увозили сюда, в Архангельск, в закрутки все. И она подумала, что это же вот, зарабатывают они здесь деньги, чтобы потратить, то есть, в общем, жена сообразила первое, сын соображал 2 месяца без семьи. Он звонил мне и говорил, ты что там устроила, почему они переехали туда. В конце концов, он сказал, что он понял, что надо жить и воспитывать детей в деревне. Сейчас все у меня переехали в Владимирскую область. Поэтому, когда мои знакомые спрашивают, почему ты уезжаешь из Архангельска? У меня там дочь, у меня там сын, четверо внуков. И где я, вот скажите, должна быть? У нас земля под родовое поместье, у нас с мужем. И сын взял через дорогу, вернее, внук выбрал. Он сказал, я буду здесь. Там было голое поле 8 лет назад, 9 лет назад уже. А сейчас такие березки. И внук вот ходит туда, он приходит каждый раз с корзиной. Когда люди говорят, что им кушать нечего, денег не хватает, вот эти дети не понимают. Что за отговорки кушать нечего? У них на огороде растет все. Хотя этому огороду один год, вот в этом году второй год будет цепить. Ну вот, наверное, у меня все. Плавно, да, перешли как раз к следующему пункту, который как раз позволит осветить тему того, что мы здесь собрались. Это опыт поселевцев России и других стран Архангельской области. У нас есть, да, средства? Вот. Вообще сейчас, на сегодняшний день созданы уже более 360 поселений, да, то есть родных поместьй, в которых десятки тысяч российских семей обустраивают свои родные поместья. Их количество продолжает расти. В Архангельской области тоже есть родные поместья, в Лепатарку, в Котловском районе, да, ну, в Котловском районе родные поместья есть также, в Тоборском, Корпопольском, Местянском районах. Это точечные. Вот. У нас сейчас будет с вами связь. С Марией Переменевой. Маша, член Федерального профессионального совета родной партии. Мария Переменева. Вот, она также живет в Путовом поместье. Да, она живет в Путовом поместье, в Котловской области. Да, она вам расскажет, по крайней мере, мне кажется, светит тему именно опыта поселенцев России и других стран Архангельской области. Это наиболее сведущий человек в этом всем. Маша. Здравствуйте, пожалуйста, как меня слышно? Прекрасно. Хорошо, отлично. Да. Здравствуйте, все участники, уважаемые участники круглого стола. Меня уже представили. Зовут меня Мария Переменева. Я член Федерального профессионального совета родной партии. Действительно, мы сейчас обустраиваем, организовываем поселение родных поместьй. Какова ситуация сейчас по всей стране? Ну, в принципе, Галина Кузьминова уже сказала, да, что на сегодняшний день были 360 поселений у нас по всей стране есть. Кроме всего прочего, я бы хотела подчеркнуть о том, что это далеко не все заявленные поселения, да, потому что есть у нас очень много и одиночно стоящих обустраиваемых поместьй, которые уже сейчас прирастают соседями, и в скором будущем они тоже преобразуются в поселение родных поместьй. И это число заявленных поселений, оно растет, причем постоянно и завидно постоянно. Что бы я хотела отметить по поводу ситуации не только у нас в стране, но и за рубежом. Действительно, в очень многих странах эту идею подхватывают, и книги Владимира Николаевича Мегре были переведены на очень многие языки. А наиболее, скажем, развивающаяся такая эта идея, наибольшее развитие этой идеи получило в Казахстане. Ну, я имею в виду, помимо нашей страны, потому что мы все равно лидеры в этом плане. В Казахстане там Алия Назарбаева, дочка президента, она очень вдохновлена этой идеей. Их мама, ее мама, она прочитала книги Владимира Николаевича, и они в 2013 году организовывали приезд Владимира Николаевича к ним. Там тоже есть поселение родных поместьй. Но у вас в плане законодательства люди сталкиваются практически с теми же сложностями, которые и у нас в стране, потому что дело в том, что мы не всегда можем сразу же донести до чиновников то, что мы хотим. А в основе этой идеи идет, лежит возвращение подчеловеческих ценностей. Недавно в Беларуси прошла конференция создателей родовых поместьй. Очень хорошо она прошла. Там тоже люди обустраивают свои поместья. На Украине есть наши геномные штуки. Есть люди, обустраивающие свои родовые поместья, причем под Киевом. Я знаю людей, там обустраивают ребята поселение родовых поместьй. Недавно к нам в Ладогу, в наше Иркутское самое большое поселение родовых поместьй, приезжали. Вообще тут к нам очень часто приезжают люди со всего мира. Больше всего только наш край любят Германия, туристы из Германии и Швейцарии. Есть Канады были у нас тоже ребята. Вот на очереди у нас французская делегация туристов. Они, ребята, приезжают в качестве иртуриста. И еще будут люди, которые хотят именно снять фильм, документальный фильм об образе жизни, который вот сейчас набирает обороты при воплощении России. Немножечко я бы хотела отметить тут, рассказать о партии, о политической партии, о политической организации, которая нашими силами была создана и зарегистрирована в 2012 году. На сегодняшний день региональных отделений мы насчитываем 53 субъектов федераций. На очереди у нас еще есть три отделения, которые ждут своей регистрации. Это Красноярский край, это Чувашия, это Мордовия и Камчатка. Надо понимать, что отсидеться в своем родовом поместье, пока все очистится, не получится. Никто не будет судить о нас, просто прочитав зеленые книжки. По нам будут судить, по нашим внешним проявлениям в обществе, по нашим достижениям. Пусть чаще звучат такие слова. Организатором такой-то акции были жители такого-то родового поместья. Победителем такого-то конкурса и олимпиады стал житель поселения родового поместья. Какого-то такого-то. Хочу добавить, что Венешев сказал, что я сидела, я сдерживалась и слез. Вот сейчас, может быть, это будет более спокойно. Но в общем, он сказал, что сейчас создано более 350 поселений, это он узнал как раз. И на самом деле у каждого живущего ныне человека, если немножко подальше кокнуть, вспомнить своих родедушек, прабабушек, у каждого из нас есть свое родовое поселение. Это природа, в которой жили предки наши. Она осталась, она же есть. Хотя она и изуродована. Он очень часто повторял это слово «изуродована». Видно, что он очень переживается из-за того, что люди, создав такую систему, в общем-то все испортили. И все-таки она является родовой для нас. Убежден, что каждый из нас, если он займется своей родословной генеалогией, найдет своих там предков, то он найдет свое родовое поселение. Еще по итогам конференции было решено создать движение учебной за родовые поместья. Поэтому теперь задача всем объединяется в площадь родовое движение. Я хочу еще немножко выполнить. Мы тут все с блокнотиками с конференцией писали. Вот Павшеницына Ивановна Ивановича и профессора говорили. Мне очень понравилось. Я задумалась, зависла и вопросы задавала к этому человеку. Вот выступают у нас, хотели из-за ученого, говорят, что все хорошо и правильно. Я раньше никак не разделяла. Я не понимала, почему. Говорят, что все здорово и все так, как надо. Но в выходе получается какая-то ерунда. Так вот, он немножко приоткрыл завесу. Подменились такие термины, как «хозяйство на экономику», «народ и общество», «труд и работа». И вот по этому току написано, он будет живой журнал, я видел, может, и некий там адрес написал. Но сейчас вот я только хочу сказать про хозяйство и экономику. Разница в чем? Хозяйский уклад. Это когда земля становится все лучше, она нас кормит. А экономика, она убивает с земли. Экономике все равно что там останется. Из нее вынули из земли, из леса вынули все и не стали. Народ и общество. Даже вот народосбережение, президент говорил, да, все под Новый год, когда было поздравление, он говорил, что сбережение народа. И если там, ну а на технологии, еще какое-то развитие, какие-то новшества, если мы не будем передать, потому что есть, но по 100 местам ничего не будет. Ну это я уже тут от себя беру. И труд, и работа. Тут-то все понятно с трудом, да, потому что был уклад. Даже вот в пословицах, если посмотреть, из труда не вырвешь рыбку из пруда, а с работой, работа не волк, лес не убежит. Так вот запоминяли вот эти понятия, и вроде говорим об одном и том же, а на выходе получается вот такая ерунда. Вот кому вот это интересно, ну тут очень, он хорошо так рассказывает, но это живое жгно, интернет есть, можно посмотреть пшеницей. Так вот все подменяется. Ну, то, что у нас вывески и наши названия русские меняются на иностранные, глянешь по центральной улице, конечно, это не все видят. Поэтому нам надо вернуться к своим параметрам, наверное, все будет лучше. Ну, есть салон, мы запеку трешки. Спасибо, Георгия. Ну, так, друзья, у нас сейчас маленький, 5-минутный период, давайте выйдем, мы откроем окна, потому что, как тебе действительно здесь многое, немножко дышновато. В переживии я прошу, если заказчик есть, подойдите ко мне, чтобы я вас записал, как вас зовут, тему вашего доклада, чтобы не получилось так, что я вас не могу представить. Вот. Так, у нас поднимутся сейчас 9 покупающих и несколько, скажем так, таких комментариев, да, во времени, давайте так, 8 минут на поступление, буквально какое-то время на оптверждение, чтобы не сильно дотягивать. Если почувствуем, что нужен перерыв, не будет, да? Ну, поскольку у нас деньги, например, полчаса, мы сделаем 5-минутный период, но, действительно, 5-минутный, а, 15 минут. Вот. Все важно. Все важно. Так, ну что ж, первым человеком у нас, кто будет, называться это Виктор, Терехин, если я правильно, Здесь. Вот. Лис личного подсобного хозяйства, лесовод, это Коножский район, узел деревень, редковед. Он будет выступать с опытом переезда семьи в город и проживания на земле за тысячи стран, что угодно. Также будет рассказать немножко о заработке, о финансовых расходах, обходах и про лесный вонсорский лазер, для получения опыта на проживание на земле. Пожалуйста, вот этим, если вы можете подыграть еще что-то, да, то все же. Да, да, да. Здравствуйте всем. Меня зовут Виктор Серехин. Я лесовод. Ну, как бы, у нас не поместье, мы переехали в Архангельскую область. В конце весны будет уже два года. Вот. И хотел бы поделиться опытом переезда на землю. Так, первый вопрос. Опыт переезда нашего соживания на земле. Можно начать с фотографии, с первой. Из цвета. Да, из цвета. Из цвета. Переехали мы в полузаброшенную деревню и в дом родственников, где никто никогда не живет. И вот череповца финансовый старт у нас был близок к нулю. То есть, у нас по денежке было все, что со свадьбы там. Деньги надарили немножко и решили переехать. Потому что тянуло на родину. Это как бы моя родина к отцу. И вот переехали. Это все весь наш скарб, который с каждым, с каждой нашей поездкой в город все увеличится. Все родственники думают, мы голодаем и мерзнем. И каждый раз у нас больше и больше машина битком всегда. на следующей слайде можно даже не слайд, а как презентация или как это. Сладшоу пустить. Я что-то успею прокомментировать, что-то нет. Это брат, мы начали сначала печки ремонтировать. В доме никто не жил 15 лет. Ну, это все видно, как бы. Из щелей все дует. Можно сразу, чтобы она все осталась. Русская печка на удивление работала. можно было сразу на ней готовить. Приехали корреспонденты писать сразу же статьи. Вот. Ну, зелень все начало все расти, конечно, там насадили огород, разбили. Это на крещение. Да, 19 числа все идем купаться в пророк. У нас живем на берегу Святого озера. И там, соответственно, ну, этот дом, вот он заваривается. Это пока время на жилищик. Мы планируем построить свой дом вне жилой деревни. и там развивать деятельность своей. Заказал лодочку у местных умельцев. Сейчас у нас лодка своя. Ну, и начали обустраивать землю, да? родственники приехали, которые в шоке от нас. Вот. И смотреть, как мы живем. Это зима. Самое главное, что я сам делаю. Да, это у нас единственная скотинка, да, которая живет. желтного слезы. то есть, приходится прорубать прорубь, когда прежде, чем сходить за водой. Это у нас утилизация туалета, то есть, стену сверху подкинуть или опилать, и ничего не пахнет. На саночках вывозим, и красота. Не надо копать другие суперямы, просто это компост на куча превращается. Это озеро, здесь жена. У нас пока не обустроено. В первый год мы жили в валенках, зимовали и в шубах. Там, в доме сидели сейчас в булочке. Это картош водопровод выкладываете? Это дорога, мы водопровод прокладываем через дорогу, чтобы с озера скачать в воду. Дров, там 4 кг у нас в округе, и дров практически даром за 200-300 рублей, за савоз. Это один из наших проектов, который мы планируем реализовать. Это гончарная мастерская проходили у народного мастера Азварича Александра в Череповце в Улогорской области. И он сказал, что можете делать сами уже гашки, и это несложно. Вот. Прошли обучение, купили станок этот, но этим не занимаемся, потому что некогда. Это Иван-Чай, вот предыдущая картинка была. Вот сейчас Холмогор кто-то делает Иван-Чай-Щий вкус. Ну, примерно так же вот. Провожу мастер-классы в районе, да, по заготовке Иван-Чая, пираментации и прочее. Ну, пчелам я укусил, удержим улью два года, пчелки носят только к себе внизу, в магазин ничего не носят. Вот поэтому как бы это у нас проект, просто проект, который когда-нибудь что-нибудь даст. конечно наверное платье этим заниматься, но вот никогда. Это жена моя. Купили оборудование на много тысячи и эту и метагонку, ежевику и много и бесполезно. Заготавливаем травы, вы видели, там листья, цветы Иван-Чая, чернику, грибы, этого всего в достатке там, ну как в любую деревню сушим. То есть сушить, конечно, лучше не в такой сушилке, а в русской печке где-то, потому что это сами знаете. И здесь вот у нас несколько общественных проектов. Мы ссадим деревья, это вот мыс на Святом озере местных жителей привлекаем, потому что взаимодействие местных жителей и вот любого приезжего в деревню это очень один из самых важных пунктов, потому что все смотрят косо. Почему носишь бороду, почему ты не пьешь со мной водку и так далее и не куришь это значит ты там подобрительный человек. Он наладил коммуникацию и вот уже ссадим дубки, орехи и кедры. Это детский дом в Коныше, это музей Бродского, это директор музея Бродского в Зоринской пригласили сажать тоже деревья, вот сажаем жена. Это за другой детский дом клены сажаем, это день деревни, чай, самовар, глава сельсовета и местные бабушки. это аллея памяти мы сажаем в Коныше в самом городцентре, то есть постоянно начальник ЖКХ Коныше и просто инициативные люди. Это экологический урок по посадке желудей, детишки в восторге, то есть в двух школах и в районной и сельской мы проводили эти уроки и это все проходит на ура. Это запас желудей, без проблем, приезжайте в любой город, наверное, в центральной Бологодской области там или желудей на валу. Где-то порядка 80 кг желудей было. Это вот у нас посадки нашего питомника, то есть у нас одна из статей дохода это питомник. Это разработка, вот уже была одна грядка, сейчас две, сейчас у нас место уже все вплотную. Здесь посадка ореха, 6 видов орехов у нас, в частности это орех серый, росточек сам орех. Ну все, таблички, 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 и с карты схемы рисуем. Вот заказываем семена и по России, и за рубежом, это клен канадский был, правда все мышцы съели. Каштан с Китая, это гинго белоба, кто слышал, она может расти и у нас в Архангельской области, но она подмерзает под корень, а потом все равно одет. Поэтому мы все распродадим сошлись и не будем этим заниматься. Это или у таракок сажаем с гусинами какашки с корификацией, но это уже такая. Здесь вот можно кадр вернуть, это 3 на 4 грядка такая небольшая, а не под следующий. вот это дубок видите, двухлетки дубки, метр 3 на 4 примерно, принесло где-то 40 тысяч рублей, вот я уже 15 перехожу по заработку, если сажать это на много больших объемах, соответственно перемножать, конечно же сбыт. Здесь тюльпаны были на предыдущем сладе, с Владивостокского ботанического сада тоже тюльпаны и пионов несколько сортов, все это растим, это первый год укрываем гибриды грецкие зибальда, там манчжурские зибальда это зибальда анатолистные Красная книга России, то есть ценных пород у нас очень много как массажем, там можно дальше листать. Заложены маточники смородины, крыжовника, яблонь, ну это перспектива, это эллиутерокок дальневосточный, эллиутерокок колючий, гингобелоба перебираем зимой, это европейская, вот росточки такие, семечек, они прорастают в холодильнике прямо вон и прекрасно распутывают, ну и прочие, прочие у нас хозработы, всякие кабачки, это лотос комарова, ну и можно дальше листать. Виктор, вы хотели еще сказать это кедры силу на эти, в лотосерском лагере. Мы можем просто будет аналиста листать, это мы готовы, вот сейчас закончится, это ярмарка у нас, мы готовились к ярмарке, дальше тепличку поставили, это белый лебедь, и он, и вот мы на ярмарке, это первая продукция у нас в том году дали, и вот, можно, наверное, в следующий тем перейти, заработок в экспедиции на Дальний Восток. Можно пускай листают, люди смотрят, а я продолжу по заработку. Заработать можно, если есть желание, на что угодно, в чем угодно. Если мы берем наркотики, алкоголь, сигареты, и это нам успешно продают, мы это с успехом покупаем, ну не все, конечно, большинство людей у нас, в России, это и в мире покупают, почему бы нам не продать, скажем, мажорский орех или варенье из калины, да, все можно это продать, просто таки количества. Первый мой заработок, вот этот планшет, я заработал, собирая орехи, ой, желуди у мэрии города Череповца, ползая на калинах, пару мешков собрал, все, позвонили, разместил в интернете объявление, приехали, забрали. Следующие говорят, что у вас еще есть, завтра скажу, вышел в парк, липу, липу, напили себе, все, еще липы. Я собирал пакет, липы маечки, сходил в универмак, купил за 3 рубля маечку, продал липу наследствую, вот у меня еще липу, почем? жёлуди по рублю продал, я же, да, жёлуди. Либо почем? Я говорю, ну 50 копеек, дорого. Я говорю, давайте 15, давайте по 10. Я говорю, Я на весы взвесил, перемножил, ну еще сумму получил, то есть 15 тысяч там за 3 дня, ну как бы, это в городе, а если жить в деревне и не тратить деньги на ЖКХ и прочее. Сейчас у нас расходы идут за свет, мы платим рублей 500, это максимум 600, в самые холодные месяцы. И за участок мы платим 200 рублей за 15 соток и за гектар, у нас в форме гектар в аренду 300 рублей платим. То есть... Месяц? Да. Ой, год. Год. Да, год. Так что это все несложно, не дорого. А гектар где? Рядом? Можно следующую папочку поуказать. Так, я, наверное, уже выкинулся. Так, по финансам. У нас заработок. Мы уехали, я уехал, я работал с председателем Вологодской Федерации Альпинизма и Скалолазания в городе Череповец. Ее же сам организовал и там уже сам себе поджоил скалодром в муниципальном учреждении образовательном. И сам же там работал. Я это все подарил, и уехал на землю же, да, вот два года назад. Чем зарабатывать? Со страху я устроился в Дом культуры. Ну, теща и все родственники говорят работой. Я устроился на Дом культуры. Чем ремонт и нормальную жизнь я заменил как бы вот вхождением и отчетами в Доме культуры, да? Проводя праздники, масленицы и все наши народные праздники, это несложно. Ну, я занимался отчетами в Дом культуры. Поэтому я не призываю вас не работать. Нужно трудиться. 1 апреля я пришел, через 8 месяцев я говорю, я увольняюсь. Мне нужно высажать деревья, потомники, и мне это нравится. И тут я не успеваю. Вот. Мы посчитали за прошлый год у нас, ну, финансовый журнал или отчеты, у нас вышло дохода 650 тысяч. Из чего он сложился? Он сложился из питомника, то есть это оптовая посадка дубов, клёнов, лип. Второе, это ярмарки, посещение ярмара. Ну, это мизерная часть, потому что людям краснокнижные ценные породы не очень интересны. Люди просят что-то такое хорошее. Или это яблони должна быть, либо это кедр должен быть крупный. Но им, пихта не нужна им, им не нужна там липа, да? Дай мне смородину и дай мне крышовник, чтобы я могла это посадить. И яблоки вот, чтобы у меня через 2 года или через год у меня полудоносили. То есть у нас очень узкопрофильное такое направление. Можно ягоды собирать, без разницы. Следующий вид дохода, это альпинизм. Ну, вот вы видите, можно там впускать фотографии, если запустить. То есть это организация походов, восхождения в горах. Следующий спортивный документ. То есть я еще инструктор альпинизма. По прежнему роду занятий я иногда занимаюсь. Ну, вот где-то 3 выезда где-то у меня тысячи счетов. То есть сам формируешь группу? Вот сейчас я с Хибин к вам приехал, но стою в спортивном. Только что у вас заполярье. И там у меня с Самары, с Питера, с Москвы, с Череповца вот сборная была солянка. Новичков, пенсионеров вожу и детей с 14 лет. Все живы-здоровы. Для этого. Снаряжение сам все предоставляю. У меня свой прокат. То есть основной источник дохода не в поместье? В поместье. В поместье. Сейчас в поместье. Вот до сих пор, вот 2 года назад я занимался, зарабатывал только альпинизмом. Сейчас плавно вот я сместил доходность свою. Это за счет саженцев и питомника. То есть из 600 тысяч? Из 650 тысяч у меня доход, альпинизм, который прежде меня полностью кормил, обеспечивал, 100 тысяч всего. То есть 550 тысяч это доходная часть питомника. И вот мы там видели в конце предыдущей папки был выезд на Дальний Восток. То есть продажи семян. Выезжаем на Дальний Восток и там собираем семена и продаем. В основном это для питомника. Так, я хотел еще сказать по земле, как землю взять. Если вы позволите, минуту. там, где, как у меня программа. А вот. Детний волонтерский лагерь. А, где-то вместе смотрели на 20 тысяч на все про все. И 10 тысяч на питание. Из них, из 10 на питание, 5,5 тысяч идет на молочку. А все остальное практически. Ну, там, крупа, это все так свое. Вот. И 10 тысяч идет на ремонт дома, на стройку и на мелочи, на всякие мелочи. Одежда и так навалом, потому что, ну, сколько можно тратиться на это бархло. Так. Здесь не волонтерский лагерь. Ну, мы приглашаем к себе. У нас сейчас гостевой домик будет достроен к лету. И можно будет проживать, пробовать себя вот пожить. Поискать, может быть, землю у нас. У нас большое, самое большое озеро в районе, в Конышском. Это 5 квадратных километров площадь зеркала. И там вокруг много заброшенных деревень. Вот. И немаловажный момент по тому, как вот мы собрались, да. Власти смотрят таким образом. Зачем ты приехал ко мне в район? Зачем? Все отсюда? Да. Ответ. Зачем мы приедем туда? Нужно показать власти, зачем я там. Я там организую питомник. У нас организовал экологический клуб. и туристико-альпинистский клуб. И они после этого ко мне более-менее адекватно относятся. А, и директором клуба устроился. Но я уволился оттуда. Ну, по крайней мере, меня знают и, хоть и косо, но терпят. Вот. И по возможности оформления земельного участка, ну, можно сказать, в России и в Архангельской области. Это реально сделать. Это ничего сложного. Приходите в земельный комитет и пишите заявление, там сейчас поменялся немножко это поправление. Там вся карта-схема, да, должна быть утверждена. Как? Схема расположения земельного участка. Я работаю в УФЦ, поэтому этот процесс знаю. Это несложно. И земля у нас есть, законы все сделаны, да, граждан России. И в этом сложности никаких нет. И гектар земли оформить, это несложно. Пишите заявление, и вам дадут. Власть должна увидеть, что вы сделаете. По постройкам можно строиться на сверху земле, и никто вам ничего не скажет. А если и скажут, то вы можете сказать, это не капитальная постройка. Юридический момент, чем отличается капитальная постройка от не капитального. Вот вы построили два дома на больших свайных фундаментах, да, там, ну, вы же там, основательный дом строите. И говорите, это капитальный, это не капитальный. Не капитальный, ой, капитальный снесут, а не капитальный нет. В чем разница? В юридическом статусе нет, не венточный, или какой-то там, три этажа, или четыре. Если у вас юридический статус капитальной постройки, то есть вы можете прописаться в нем. Если вы говорите, это не капитальная постройка, они говорят, ну, как же ты же, вот у тебя фундамент. Я говорю, я не планирую на нем прописываться. Это мне для того, чтобы обеспечивать вот этот земельный участок, чтобы кедры полоть, чтобы яблоньками ухаживать. Чтобы проститься с собой. Да, или у меня работник тут, или он отмечает. Юридическим статусом на Среховске строиться можно, но нужно, конечно, вытерпеть будет давление властей, но нужно просто почитать законы. Они все для нас сделаны. Вот. И? Кто меня вдохновил на переезд? Есть огромное количество людей у нас в России, кто вдохновляет нас на переезд на землю. Переезжайте, кстати. Это страшно. Мне нам было знали. Очень страшно. Мне вдвойне, потому что я за жену еще отвечаю. В первых, я наткнулся на книги моей игры. Это раз. Это меня подтолкнуло. Следующий, это Глеб Тюрин. Кто его знает, тот знает. Вот. Он очень много сделал хорошего у нас в Украинской области, но, к сожалению, они что-то там в обернаторе не поладили и уехали. Он практик. Практик. Вот. Третье, Стерлигов. Герман Стерлигов. Вы о нем знаете, не в суху будет помят, но, конечно, его перекосы. Не нужно смотреть на эти прикосы. Вы смотрите на то, что делает человек. Переезжает и качественно продает за дорого, делайте своим. Вот сейчас столько вкуснячек вы наложили, и за очень дорого можно продать. То есть, нужно брать все, что вот эти, как бы, медлевают, да, Кусмановы, медлевают фермы. Тоже очень много вдохновителей вообще. Как землю оформить бесплатно? Он семинар проводит. Берите и делите все на семинар, берите свое и переезжайте на землю. Это не сложно. Это очень страшно, но не сложно. Объявление от родного леса. Мне просто задавали вопрос, потом будут подходить. Родной лес это общественная организация, которая раздает саженцы бесплатно. Кто знает, да? Вот. Если нужно, заказывайте там, она в ВКонтакте есть, встреча. они дают, где можно сажать эти деревья, не в ВЖС, то есть, не на своем, как это, не в деревне и не в городе, а в поймах, рек, озеро, чтобы не вырубили, вдоль дорог. То есть, в тех местах, где у вас их не вырубят. Вот. Хедры, липы, там, они все, очень многое там все дают. Кто не знает, то можно заказывать там и тысячу, и две тысячи, если вы посадите. Небольшой отчет с фотографией и карта JPRS-привязки. И вот вы получаете свои там 500 кедров даром. Спасибо. Всем спасибо. Я бы, я бы, наверное, был вас такой, если кто хочет покорить. Правильно? Дарья, давайте так, придем. Александр Шорткин, можно открыть? Ходбасский район, нам рассказать прекрасно. Ходбасский район, деревня Вестериха, река Волгаре. Я начал строить на земле дом свой лет 7 назад. Начал устроены немножко у меня другие были мотивы, но сейчас у меня получился родовое поселение. У меня получается 25 соток в деревне в ходе генерального строительства и граничит рядом земля, гектар. Ну там еще плюс 5,5, метра, где она оправляет, на всякий случай. Получается, у меня гектар. Ну, все как положено. Изградь, дом, лес, озеро, и камни далеко, 100 метров, я еще раз вернулся, небольшой, это 50 до 15. Все есть, все растет, но на график, что-то есть, альбом чуть не может в наличии. Так, теперь, чем я занимаюсь? Я профессиональный донет. Я работаю 20-ти года с детьми, живу в городе и по сей день в городе тренирован. То место, где я вот живу, как я на это место попал, у меня прадед отсюда, то есть я нашел свои корни, раскопал, твой прадед Федор, ну, 4-3-3 отсюда, в лес, там сейчас деревни уже нету, все там, сейчас медведи не ходят, в этих местах. Раньше там была деревня, то есть еще начало века, он там жил, я уже деревню хотел, дом, естественно, его уже нету, потому что там домов очень нету, остановки оставить, но его дом я нашел, где он перевезет в другое место. То есть я вернулся на корни с вами. Немного о себе. Мне 44 года, у меня сейчас трое детей, жена, есть у меня двое стартых детей, сейчас у меня трое пацанов, год 9 и 12, и еще у меня есть с целью 20-ми год, и дочеки 4-й, они живут не с нами. Я собираюсь переселяться туда, ну, в принципе, я там уже жил, я там жил, в Безе выжил, сейчас я немножко связан с городом, мы как раз на таком этапе перри-перри-переезда, и, в общем-то, следующую зиму я уже собираюсь жить без себя в Петерихе. землю, как уже сказал, Витя, можно взять, у Петрова прекрасно все написано, именно законы позволяют взять землю, притом, я взял землю, сначала это была не деревня, я просто в поле взял, там даже, ради меня обмен сделал, глава района сделал там обмен, то есть, можно договориться ко всему. Так, теперь, касаемо, касаемо того, чем я там занимаюсь, мы занимаемся природой земледели, сначала пробовали, там, и так сажать, гитарь, я, по-моему, полтора гитарь, картошки, по-трактору садилы, выкапывал и зарабатывал на этом, сейчас картошки мне хоть заварить, но сажаю я ее аккуратно, под сено, практически, не вожусь с ней, только ее сажаю, закрываю и убираю, то, что мыши не доели, то, что мыши не доели, это все, это очень много мешков, не знаю, куда ее девать, вот, как правило, семеную все раздариваю, друзья, значит, занимаюсь пчелами, я есть ульи, ульи у меня разных систем, я пробовал, и движаки, и корпусные ульи, сейчас перехожу на колоды, первую колоду я сделал, работаю, то есть, я и так-то, к чему, лето хожу, рамки ставлю, вначале, забираю мед в конце, не трогаю, не лечу, не кормлю, не мешаем работать, за это дня даю половину меда, вот, ну, я очень много меда оставляю, то есть, я улей поднять немножко могу, значит, медным все, хватит, вот, зато я ими не занимаюсь вообще, они живут у меня, ни к природе, скалой ему еще проще, даже качать мне это не буду, просто буду, софт забирать, давить, 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 и так, ну, я, гофе, это сам, и софт. Далее, поселение я могу заниматься, многим, практически всем, чем я могу заниматься в городе, я могу заниматься в поселении, строить я могу, дом я построил, практически сам, то есть, дом, достаточно большой, деревянный дом, плюс, обшитый, потепленный, плюс еще обшитый обсадником, про защиту, обрепление прекрасно. Баньку захотел, банку я рублю. Лес надол, я сам тоже выбирал. Просто заявление пишешь, тебе выдают лес. Закон губернатора 200 любого надол. Вырубай только, вывози, сам руби. Очень дешево начается. Все болит только. Что еще? Ну, подними у меня пчел. Я займусь там земледелием. В урожайный год, значит, пойду в лес ягод и беру грибов. У нас вот, ну, не мои соседи, которые там уже немножко в другой атмосфере летают. У нас далеко люди, не грибы, их на работу найти запрячь очень сложно, потому что они за 2-3 месяца зарабатывают столько денег, сколько вы зарабатываете за год на грибах, на ягодах. Ну, вы знаете, да? Белая суда, родина белого гриба. Издают их далеко-далеко в ресторанах Бутия Москвы. А вот еще дальше. То же самое с грибами. С травами. Занимаемся мы и ланчаем, занимаемся мы и кибличка небольшая, там у нас 12 метров в длину. Вот. Я сам на подножном корму питаюсь целый год. и вот себестоимость моего питания от 1000 рублей стремится к нулю в месяц. Ну, дети пытаются чем хотят, но, как правило, местный хлеб, деревенский, который у меня супруга сама пекет, сама пекет, сама как-то все это делает, он расходится у нас быстрее у детей, чем торты. То есть нам уже по вкусовым ощущениям приятнее есть пищу ту, которая естественным вкусом водаит. А вот покупной, что-то тебе бывает, хочется пищушку съесть, съешь. Да, вкусно, но вот эта искусственность уже, она уже приемлась. Все. Она уже не тянется. Вот хочется простой пищи. Сейчас вот на селе ржи, первородный, не простой ржи, а первородный тостокап. Ну, будем расширять посадки. Я профессиональный тренер. Конечно, у меня заработок связан с работой с детьми в городе. Как бы на заработки я не жалуюсь. Людей к себе я приглашаю. Поселение для чего создавал? Во-первых, для себя. В городе жить невозможно. Просто невозможно. Меня держат только дети. Детский коллектив мой, мои ребята, которые выступают и по России ездят и выступают между турниров. Но я нашел выход. У меня клуб в городе, он потихонечку начинает автономно без меня работать. Мои ученики выросли, выучились и начинают эту систему поддерживать без меня. То есть я только издалека наблюдать. Вот. Я уже буду в деревне заниматься. Значит, буду сейчас с деревенскими ребятами меня с 8 минуты всего. Буду заниматься с деревенскими ребятами. 4 километра от меня находится небольшая деревня, там есть школа, польша, магазин, больше все, что мне надо. То есть я сейчас буду в городе все развил, что можно. Мне уже это неинтересно в городе взрывать будущих чемпионов России и растить деревню. Соседей. Вот. Детей стараюсь, буду стараться обучать своего последнего сына. Я ему школу давать не буду. Вот. Детей. Они и так-то пятерочники, и в школе неинтересно просто. И пятерочники, спортсмены. Я не знаю, что на них так повлияло, но вообще вот, как бы, говорят, ну, в городе там все возможности для ребенка. Все, что для ребенка в городе можно дать, я все дам у себя. Все дам у себя. Вот. Ну и что еще сказать? К Сибири народ не то, что приглашает. Трудно к Сибири людей приглашать, которые не готовы. Вот они должны приготовиться. Может подготовку у них год занимать. Это, конечно, начальный капитал и навыки строительства. Да, я много научился. Могу там рубить, могу печь сложить, могу там что-то работать такое тяжелое с землей, там, с экскаваторами, с тракторами. Вот. Но готовить себе надо. Так трудно приехать. Капитал нужен какой-то. Но, кто на земле хочет заработать, вот если ходить заработать, можно просто фермерство зарабатывать. Ну, гектар примерно полмиллиона рублей доходов в плот. Но на гектар я зарабатывать не собираюсь. Я собираюсь там жить и наслаждаться. Зарабатывать? Даже не знаю, как зарабатывать. Мы просто, во-первых, снижаем сейчас потребление свое. Мы сейчас с Леной посчитали, она очень человек у меня умный, тоже из деревни, с двумя образованием небольшим. Она меня с полслова понимает и как-то сватывает на лицу. Все. Мы придумали систему, которая снижает траты и стремимся к нулю. Дети у нас занимаются, сейчас младший, средний пишет работу по энзимам, слышит по энзимам. Вот он энзим производит, и я говорю, у тебя какая задача по жизни? Он говорит, ну, наверное, я говорю, у него свои задачи. А у младшего нашего, Радимира, у него задача очистить планету мусора. То есть я уже знаю, что я ему поручу с маловеса, с двух-трех годиков развивать уже в себе, чтобы у меня бороться с мусором. У меня родовое поселение никак не называется, потому что в нем я не один нахожусь. Значит, немножко хратно скажу. Вот с северной длина, вот в нее впадает река Бонгода. Вот она так вот идет и тянется на протяжении килограмм, километров 60. Вот это река Бонгода. Она вина Бонгода. Она раньше была вся усыпана деревнями. Деревни были чудные. По 6, по 8, по 10 горбиков. Я вот родословно раскопал насто лет назад фамилии, людей, тут знаем все, где и что было. Ездил туда, в глушь. Вот я нахожусь, допустим, 2 километра трассы, а дальше все, должны быть деревни, вот должны быть все мэр там. Места уникальные просто. стал уникальный. То есть, я уже планирую на карте, я уже черчу гитары. Я просто был недавно в поселении Торчек, слышал, да, самое старое поселение в России, как бы, специально посмотрел на то, что у меня будет через там 5, 10, 15. То есть, я примерно представляю, когда образ есть, значит, я его создам. Ну, потихоньку люди подтягиваются, то есть, мне звонят, ко мне сейчас начнут приезжать смотреть места с апреля-динца. Вот, то есть, просто люди уже говорят, мы понимаем, мы хотим, мы стремимся, давай, помогаем вам. Я буду помогать. Я сейчас буду на территории рядом с собой строить общий дом, пекарню, кузню, сушильню, ну, и, наверное, овощих хранилищах, чтобы люди приехали, чтобы, я насколько могу им экономически помочь, я буду помогать. пока, все. АПЛОДИСМЕНТОМ ПОДИСМЕНТОМ дома, я вкратце расскажу, как я туда попал, потом расскажу о том, чем я сейчас занимаюсь. Значит, после прочтения книг, это было лет 10 назад, значит, мы со Светланой начали искать покорящее место. У нас в Питере был клуб сотворения, где мы коллективом хорошим собирались, общались. Это когда была первая волна любителей зеленых книжек, мы там обзывали все бурно, когда это было какой энтузиазм вообще, глаза горели у всех, и мы поехали в Псковскую область, и в других местах, смотрели, куда люди пытаются найти себе землю, и мы, значит, побывали там, всем, ну, я не буду уже подробно рассказывать, но в итоге потом мы познакомились с Тетериной Татьяной, и с Кузнецовой Ирой, вы, наверное, их знаете, вот, и, значит, они как-то так вот разрекламировали эти места красивые, там места действительно очень приятные, мы поехали туда, посмотрели, нам понравилось, тем более, сказали, что администрация нам идет навстречу, там даже лес может выделить, подстроительство свое, и, значит, мы там, ну, что делать, поле сельхозназначения вокруг деревни, ну, это как бы такая стандартная схема, надо же где-то жить там в первый момент, мы в деревне нашли дом подходящий, который арендовали, договорились с хозяевом, и там на первое время останавливались, там потом подыскали себе местечко, которое, значит, было по душе, и начали заниматься обустройством, потому что, значит, как и любая земля, она не терпит, когда с ней не общаются, ну, с этого она у меня очень любит цветы, вот, там на нашем плакате видно ее, так сказать, творение ее рук, и вот семинар предлагает как раз те, которые выросли у нас на том месте, вот, и начали мы строительство с бани, то есть, по сути дела, мы взяли баню и, в смысле, купили брус, и, значит, из его фотографии в дороге начали немножко отрываться, вот, и буквально мы за две недели с женой вдвоем этот сложили с рук в бане, в принципе, ничего сложного там нет, потом я уже его, так сказать, доделал, купили железную печку, и, в принципе, вот, это первое жилище на поместье, в котором уже мы лето проводили, а сейчас я уже идем живу зимой даже, уже которую зимой я живу в бане, вот, и, значит, дальше уже следующий этап это строительство непосредственно дома, который мы много смотрели, значит, окчеги строят, значит, в интернете, и, короче, я для себя решил, значит, что, во-первых, нужно строить из местного материала, ну, как в старину строили, это вы, наверное, знаете, прекрасно, что там лес выбирался душой, там, определенное время года, там, сначала его валили, а ветки обрубали весной, чтобы соки все вытянулись, то есть, это был совсем другой лес, нежели тот, который нам предлагают те арендаторы, или которые сейчас занимаются вырубкой леса, и такой лес, он долго не стоит, это видно вот даже в этих деревнях, хотя они достаточно старые, там, то, что все бревна, они все в таких трещинах, глубоких, которые практически проходят до середины бревна, причем с двух сторон, то есть, это получается, что бревно, оно уже свои функции не выполняет, брус аналогично себя ведет, значит, в условиях, значит, перепада температур, влаги и прочее, слышно ухом, как это все трещит, поэтому, это надо, значит, этот лес дополнительно, потом еще утеплять, дополнительные расходы и все прочее, поэтому я для себя решил, что вот каркасное строительство, это наиболее оптимально в наших условиях, во-первых, это доступный материал, невелика цена закуп, там, скажем, сразу можно создать целый каркас, и который будет стоять, его можно обработать каким-нибудь веществом, которое будет сохранять, а утеплитель, конечно, надо уже выбирать тот, который, значит, скажу еще, что в наших северных краях, конечно, надо толщину стен брать, ну, как я сделал, 60 сантиметров, то есть, я думаю, что это с нормальным, здесь нужно, чтобы дом был теплый, не продувался, поэтому я посмотрел, как ковчеги строят их технологии, ролики посмотрел, и действительно, и всего, что, так сказать, народ делает, солома, это наиболее оптимальный вариант, хотя, конечно, в Архангельской области с соломой не очень хорошо, потому что здесь ее не очень много сажают, и практически только в некоторых отдельных местах, и сажают такую короткую, что просто остатки просто запахивают, то есть, из нее нету длинных стеблей, поэтому вот этот момент, конечно, у меня немножко сдерживал, и я долго колебался, ну, думал, если даже будет некачественная солома, то я буду делать саман с глиной и забивать, но потом я все-таки вышел на людей, где, ага, ну, еще немножко я расскажу, быстренько, значит, нашел в Рязанской области, значит, пшеничную солому недорогую, то есть, перевозка обошлась в три раза дороже, чем сама стоимость соломы, поэтому эта солома сейчас у меня вот лежит уже, и я уже вот этим летом буду уже заводить стены, так что вот мне кажется, что такой дом в нашем условии будет оптимальным. Еще вот по поводу, два слова хочу сказать, по поводу энергетики, то, что сейчас у меня, вот я живу в бане, у нас там электричества нет, вот я, значит, перешел на солнечные батареи, значит, уже у меня вот несколько лет опыта эксплуатации такой техники, и в принципе, она мне нравится, то есть, у меня восемь панелей по 60 ватт, значит, контроллер заряда, три аккумулятора по 100 ампер часов, мне хватает на свет, на всякую технику, там типа ноутбук, зарядить там шуруповерт, и вот летом холодильник, и стиральная машина. В принципе, я совершенно независим, если у кого будут какие-то вопросы, вот поподробнее рассказать я могу, кто и будет, кому интересно. Ну, вот так вот вкратце, спасибо. Ваш взгляд очень интересный, особенно солнечный ватеринец. дальше, дальше у нас тоже очень интересный вступающий из Березника в пользу Синицкая. Вот, Хрустянский район, да, как Паржина-Крестьянка. То есть рассказ как раз планируется именно о том, как семейные традиции у нас могут быть, да, при проведении этих делений. Паржина-Крестьянка. Паржина-Крестьянка. Хочу сказать, что у нас семейная община, мы можно назвать элементами поместья, но в этом году есть поменять 50 лет. Так много всего произошло, поэтому мы выбираем только одну тему семейной традиции, потому что считаем, что преемственность это очень важно. Если, какого важного дела мы не творили, но если не будут исследователи, все будет вместе с нами. Паржина-Крестьянка. Дальше. Вот, в 60-е годы политика была такая, что из неперспективных деревьев жителей выселять большие деревни. Выезжать люди не хотели, наши родители присмотрели маленькую деревушечку и вот выехали в 67-м году и построили на окраине вот такой домик. Переехали все большой семьей. У них было семь дочек, один сын. Дальше. Вот, мама, она была первой выпускницей архангельского культа-света-череща. Папа был ценителем искусства и может быть это нам немножечко передалось. Дальше. Ну, в советское время с деревень молодежь вся уезжала и у меня сестры все уехали. По союзу разъехались, но папа говорил, что я верю, что вы все вернетесь на родину. И так и случилось. Где-то после 40-ка все стали возвращаться, строить свои дома вокруг маминого дома и образовался такой хутор шесть детей и посередине родительский дом. Вот это все мы с мамой. Вот этот хуторочек наш строится. Тещин хутор еще его обзывают. Дальше. Ну и, конечно, большая семья и не только работа это большая праздник. У нас был один общий день и тематический там это именин и спортивный. Но, наверное, больше запомнился такой важный праздник съезд родственников. Далее. То есть мы нашли адреса всех папиных родственников и пригласили их в гости. И приехало к нам 47 человек с детьми, женами. Мы познакомились с кого-то вообще впервые видели. Мы до сих пор сохраняем эти теплые отношения и хотим продолжить. Теперь мамы их собрать. А теперь их еще больше становится. Дальше. Ага. Вот еще такое занятие было с детей. С детства вывозили на родину вот откуда родом наши родители. Мы там ночевали, палаточку ставили, чай из родничка пили. Но теперь дальше больше. Это у нас движение развивается. Мы собираем всех жителей той деревни, соседей, там и старым лад. Приглашаем на эту встречу, накрываем стол, поем песни, ходим по этой бывшей деревне, разработали, ну, очистили родник в этом году с рук будем ставить. участвовали в пронекте после там ушедших деревень, поставили памятник в этой деревне и надеемся, что когда-то там люди будут жить, вернуться. вот это родничок они тут определили, где раньше было расчищают. Дальше. Когда в нашей семье появились приемные дети, ну, тут, конечно, и тетушки, и соседи в стране не остались. Они сразу же организовали вот такой фольклорный семейный клуб радуется. Детей начали обучать песням местным, танцам, поставили старинную устьянскую свадьбу своими силами, костюмы шили и начали гастерировать по району. И тогда наша новенькая ребенка сказала, вот я тебя, себя теперь уважаю. То есть адаптация у них так проходила, но им понравилось, начали ремесла изучать, приглашать мастеров, рукоделия всякие. Ну, мастера не отказывались, у нас было около 20 мастер-классов, мы научились даже валенки катать, молосами, барики. Очень интересно. Дальше. Вот девчонки вышибкой занимаются. Дальше. Альяло лоскутное скояли, ягурето преданное. Вот сестра занимается лоскутным шитьем, у нее в коллекции уже более 50 картин, поэтому приезжайте к нам. Дальше. Кто-то варежки вяжет. Да, еще такой, наверное, темой явилось краеведение. то есть бабушки нам много очень рассказывали о своей жизни и как 120 лет назад они основывали вот по директу худородом родителей, то есть выехали на хутор, построили один общий дом, там было три сына с женами и детьми и жили под одной крышей и всех были распределены обязанности. Одна, ухаживала за коробами, девять у них было, другая за жеребятами, мужики в лес, в поля, и то есть бабушка говорит оставалось время еще и вечеровать и я думаю этот уклад можно использовать и сейчас, когда еще только поселения организуются и вот это распределение обязанностей оно немножко высвобождает время, чем каждый бы выполнял вот эту работу и хлеб, и все прочее. Ну и вот всю информацию, которую мы собрали от бабушек, когда мама не стала, решили все-таки чтобы не в черновиках валялось, а как-то оформить. Прошли еще по деревне и у нас такая экскурсия была история дома, семьи и в общем деревне. И всю эту информацию вот выпустили в книжке на свои средства небольшим тиражом раздали родственникам дальше. Да, вот еще хочу сказать по этой информации краеведения. Мы передали ее в школу и дети теперь занимаются научно-исследовательскими работами. Многим уже являются победителями и областных олимпиад, и всероссийских конкурсов. И очень это приятно, что мы этим заболели и дальше работают и продолжают наше дело. Ну и на основе той информации, которую собрали, разработали тур-маршрут в гостях у Водянова всякие там интересные фишки придумали по деревне. И могу сказать, что за два года нашу деревушечку посетило около 800 человек и было привлечено больше 100 тысяч рублей. То есть где-то источки поставить. Можно форму тоже использовать. Дети у нас уже самостоятельные и опытные. Они могут и экскурсию провести сами и мастер-класс. Поэтому нам это не напряжно. Ну и глядя на нашу активность наверное районный отдел культуры с нами тесно сотрудничает. Например проводят у нас на территории шивки, праздники районного значения. Фестиваль Сыпчина Медовая. В прошлом году международный форум был в гостеприимстве на сельских территориях. Ну и наверное это единственный проект где мы запросили деньги. У нас в деревне есть свой тус сейчас и решили мы сделать свой гендросад в память о своем добром соседе, друге, садоводе, любителе. Сначала очистили территорию природного парка. Оказалось что там много красных нежных растений. А сейчас из своих садиков саживаем на улице общественный дом для редких растений. У кого какие есть и поэтому с удовольствием принимаем их население. И вот попросили средства чтобы купить всякие редкости показывать. Далее. Далее. ну и наверное наш любимый такой проект которому в этом году 10 лет это уже традиции наших детей. У нас приемный сын есть, который всегда мечтал быть первым лицом. Закончил он ВИТИС и работает в центре первого пения Галины Вишневской. И вот он привозит к нам артистов, музыкантов на неделю в августе. Они отдыхают, репетируют и делают концерты в нашей деревне. Также гастролируют по району вот таким маленьким деревушечкам. То есть у людей такая уникальная возможность послушать и живую музыку, и академическое пиание. И даже вот такие мэтры приезжают, как оперная певица Лариса Рудакова, всемирно известна, пианист Роберт Морискин, ну и студенты, которые тут же учатся, опыт перенимают и думают, что это важно. Далее. Это наш любимый Сенаван, где мы с артистами рассказываем устьянские байки, легенды. Здесь же читают стихи наши архангельские поэты и местные. С пользой проводим время. Далее. В прошлом году к нам присоединилось в позапрошлом Котловское объединение художников. Пока артисты пели, плясали, они работали и устроили для населения вот такую выставку, где можно было и купить картины вот в нашей местности даже. Далее. Ну, в роду все православные были, естественно, дети наши тоже. Ну и чтобы их поддержать, мы, конечно, сотрудничаем с воскресной школой, швем костюмы, делаем декорации, сами участвуем в спектаклях, некоторые занятия проводим, и детей все больше и больше уже второй выпуск. В этом году около 20 детей набрали снова. Далее. вот тоже традиция снежной фигуры любить. Это наше хозяйство уже с мужем личное, но в трех километрах от деревни и в лесу. Далее. Семья у нас в СВН детей пятеро, трое официальных приемных и двое неофициальных. Далее. Ну и когда у нас дети появились, старший сын тоже взяли двух мальчиков на воспитание, это тоже как бы поддерживают дети родителей наверное. Не только родители детей. Ну вот внучка уже подросла, у нас такой есть посвящение крестьяне называется. Это все артисты, кто в гости приезжает на личные встречи, они обязаны попробовать подавить корову. и все среди родственников отмечают. Вот меня мальчишки отпустили, сказали поезжать в логов. Далее. Ну и еще говорят, что в деревне это тяжелый тяжкий труд, это неправда. Можно сделать эту работу интересной. Вот например, если проволитов развести, то давайте фланг, в которых 12 килограмм. Далее. Если курочек, вот у нас какой-то год было 12 пород птиц, и люди приходили на экскурсии, и дошкольники, и взрослые. И нам самим было интересно. Далее. Далее. Это за вкус наша млюшка. Про растения то же самое. Мы съездили и закупили картофель после лица мерка около 10 сортов. Выращивали, наблюдали, отбирали то, что подходит для нашего района, а потом реализовывали население. Тоже хорошо заработали ребята на этом. Но они не только продавали, но и рекомендовали какие-то сорта, игротехнику рассказывали. И на этом тоже можно зарабатывать, потому что раз в 5-8 лет картофель нужно менять. Урожай у них очень низкий, то есть оказать какую-то помощь. Ольга, можно все это подать? Какую-то еще одну тему сказать? Да, уже все. Дальше. 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 Нормальный егар. Да, и вот в прошлом году был такой праздник семейный, пиво варили домашнее. по поводу поставки дома сына. Вот такой большой, с хозяйством. И считаем, что мы движемся в правильном направлении, потому что из 8 детей пятеро у нас остались в деревне. И вот смотрим телевизор, смеклась мне, говорит, а он на Дальнем Востоке ведь так дают. Мне тоже надо, я тоже тут жить. Это совсем не зря. Какие-то вопросы? Может какие-то вопросы есть? есть? Согласна. Проходите. Ладно, я господирую будущее, общайтесь. Двали. Да. Так, и сейчас хотел бы тоже пригласить также Мстянский район, славится Иван Евгеньев Пьянов. Нет, это Пенишский район. Моя ошибка. Пенишский. Здравствуйте. Сейчас у нас такой красочной презентации нету. Дело в том, что начну тоже сначала, что 6 лет назад мы приехали на землю, два года искали до этого места, где нам поселиться, нашли, рассматривали только Пенигу, вот, реку Пенигу. Мы сами со взборья привыкли к нашим широтам, привыкли на море ездить, привыкли к нашей северной красоте, соответственно, на какие-то средние полосы, на южные районы нашей страны мы изначально не смотрели. Но ездили на возрождение, на фестиваль каждую осень и изучали опыт тех людей, которые уже живут в поселении. Опыт был какой? Изначально и мы к этому пришли тоже выводу, что необходимо ехать на землю не одному, не одному человеку. Потому что возможно только совместное ведение хозяйства. Если ты куда-то уезжаешь, у ребят тоже вот как бы оставлять хозяйство свое, да, даже вот зимой печки протопить, цветы оставить, какая-то, если есть животина, да, в хозяйстве, ни на кого не оставишь. То есть, если вы уезжаете один куда-то в деревню, да, вот как мы в частности у нас зимой кроме нас никто не живет, нам приходится договариваться хорошо, у нас уже друзья в окрестных деревнях везде. То есть, мы позвонили, пригласили, показали, где, как, кого кормить, все, все хорошо, все здорово. Вот. То есть, изначально, кто поедет, кто поедет, то, ну, наш совет, как бы, это ехать куда-то уже к тем людям, которые там живут. Почему еще одну немножко эту тему? Допустим, когда мы приехали, мы не знали, из чего строить дом. Мы не знали, как чисто технически, а где брать брус, а где брать доски, а где брать еще чего-то. То, допустим, сейчас, да, вот 6 лет прошло, я знаю, сколько леса дает лес промоход, да, за постройку 200 кубов у нас. Я знаю, сколько земли у нас дается, сколько можно взять, как эти 200 кубов вывести, откуда, какими усилиями, во сколько мне обойдется его срубить, во сколько мне обойдется бригада или помощь друзей соседних деревень, чтобы поставить в ней дом, допустим, а где взять глину, элементарно, технически, вот эти вот вопросы, если кто-то уже там живет, да, вот ребята вот приглашают, допустим, если кто-то там живет, они уже это все прошли, они уже на месте это все знают, то есть это гораздо проще, чем вы приедете, как, допустим, вот мы, да, и вот такими глазами по сторонам, не знаешь, мы приехали в начале лета, не знаешь, за что хвататься, погреб надо копать, туалет надо копать, теплицу надо ставить, грядок нет вообще на нашем участке, как у нас участок 500-х всего, ну сейчас 30-х деревня, гектар на поле мы еще не брали, почему, потому что это даже чисто технически обработать вот эту землю, да, у нас до сих пор за 6 лет еще не получилось, почему, потому что мы бы, причем мы купили готовый с рук, вот, поставили там печку, сделали большую кухню-комнату и до сих пор там живем, то есть пока на баню, пока на это, на это, на это чисто ни финансов, ни каких-то физических даже сил, на это не хватало, и сейчас не хватает, у нас ребенку, тогда, когда мы приехали, было 5 лет, и он с утра, когда летом, когда можно, вот, вроде бы, поработать, мы долго с женой спорили, что, а кто у нас идет с ребенком на речку, а кто у нас с ребенком идет погулять, потому что его одного не оставишь, больше детей в нашей деревне нет, и, соответственно, вот я думаю, что я всем прошу, не повторяйте о чужих ошибках, если вы куда-то едете, едите обязательно с семьи, или обязательно в какую-то деревню, в какой-то дом, где уже есть дети, другие дети, где есть, осталось от государства, осталась, как бы, еще на месте инфраструктура, инфраструктура, это, ну, детский сад под вопросом, да, но школа, ваши дети, когда будут расти, и нужен будет простейший солнцем, им нужно будет с кем-то играть, наш сейчас, мы возим в соседнюю деревню за 10 километров, чтобы он на 2-3-4 часа поиграл с мальчишками, снежками, в войнушку, там еще что-то, соответственно, оттуда мы привозим опять же детей, и они у нас отрываются по полной, они ходят смотреть баблов, они катаются с горкой, они покупаются в речке там, вот, и для них это тоже как праздник, перехать с их деревни к нам в деревню, наши шеймагоры, для них это, ну вот, когда-когда, мы когда ребенка забираем, да, вот из школы, школьный автобус ходит каждый день, подъезжает газелька школьная к дому, он садится, важно один туда, водитель ему там дверь открыл, закрыл, привез в деревню, это, уроки закончились, он опять же его у класса встречает, опять дверь открыл, закрыл, привез, все, но опять же он приходит, и ему надо играть, ему надо еще что-то, если там мальчишки между собой играют, ходят в гости, здесь мы попали в такую ситуацию, что мы одни, и как бы, ну вот, друзья, ну друзья там, вот, то есть вот это, по зарабатыванию денег, я вот, просто вот, ребята, насколько молодцы, что вот саженцами, там еще что-то, у нас саженцами заниматься, нереально, нереально, а картошки, только сажать, да, у нас есть мыши, то есть мы столкнулись с тем, что мы посадили, вот, жена, вот, очень много, как бы, времени проводили, очень много расстройства, это приносит, когда по весне, обнаруживаешь, что под снегом, они погрызли кору, пришли там зайцы, мы не уследили, зайцы там чего-то еще погрызли, потом, допустим, по пчелам, мы пять лет пчел, да, держим, есть два-три года, которые пчелы срабатывают, есть года, в которые они срабатывают в ноль, и зимой еще вымирает половина, то есть в этом году мы с 15 ульев встречали всего полтора ледра, и сейчас уже половины ульев наших уже нет, даже больше, чисто из-за природных вот этих, по сбору диколосов, да, по сбору ягод и грибов, допустим, у нас грибы раз в четыре года, ягоды раз в три года примерно, если ими, как бы промышленно собирать их, и заготовлять, и продавать, и иметь это как источник дохода, ну, ребята, это можно умереть, вот так вот ползать, за ягодками, вот даже за клюхой, но мы выдерживаем, ну, по ведру мы набрали, да, до обеда, но потом уже так смотришь, ведро можно продать за 450 рублей, у нас принимают, если куда-то выводить в город, мы живем от города 300 километров, нереально, хорошо, когда есть рядом город, или какой-то населенный путь, где есть рынок сбыта, вот, или есть возможность, допустим, работать там, допустим, я устроился, как бы финансовые возможности, перехонечку, так это, понижаться стали, устроился водителем сельсовет, и сразу с 8 до 5 время вышло, все, это провал полный, если ты еще где-то работаешь, и тебе нужно на своей земле заниматься, какими-то, ну вот, действительно, вот этими вот моментами, да, анастасиевскими, то есть, как бы, вот мой еще совет, наш совет, да, что, ребята, сейчас еще инфраструктура, которая есть на селе, которая всегда была, вот, многие пенсионеры, мы на пенсию были, который сейчас в городе, мы поедем к себе в деревню, я говорю, куда вы поедете, у вас уже вместо средней школы основная, где-то уже закрыто, на фельдшерских пунктах медики работают, уже пенсионеры, они через год, через два, что-то им не понравится, они уйдут, у вас медика не будет, и никто из власти, ныне стоящий, да, не собирается это все поддерживать, возрождать, и как-то вот помогать, ну, почти никто из власти, скажем так, вот, школы, школы, если у нас, вот до нас, да, вот ребенок наш пришел, было по 6-7-8 человек в власти, сейчас, мы всей начальностью, с первого по 4, всего 4 человека, в садике 4 человека, наша школа, наша школа, которая двухэтажная, которая, в которой изумительные педагоги, которые на детьми вот так вот ходят, вот так вот просто, вот-вот-вот, и то, и то, и то, и она будет закрыта, если не будет детей, отдавать куда-то ребенок, в интернат, не это самое, если на домашнее обучение, в нашем случае, да, он будет дома, и дома учиться, и вообще без друзей, это опять же к тому, что, если поедете куда-то в поселение, или будете вот над этим задут, ребята, ищите еще кого-то, кто поедет с вами, с детьми, семейных, нормальных, по нескольким моментам, и вопрос заработка, да, вот на земле, ну, вот я говорю, я очень, что с саженцами, так как получается, хорошо, есть ли 3-4-5 семей, и какая-то ферма, или что-то можно это, можно писать, как бы власть, она идет навстречу, можно писать различные проекты финансовые, для этого проводятся семинары, на этих семинарах, в принципе, все доступно, все это, и можно получить какие-то деньги, пример, в Лепоте, в Попинской, ребята, у них пятеро детей, они приехали, Шенилов, да, они, аргументарно, они написали первую заявку, выиграли 300 тысяч, им дали трактор, мы купили трактор, да, простейшие, это сажают гитару-каркошки, сейчас, в том году, или позатом, им дали полтора миллиона, то есть, за счет вот этих вот, это просто так вам, полтора миллиона дали, на которые вы можете реально вложить, правда, за них отчитываться, каждые три месяца приходится, вы реально можете их вложить, и это действительно реальная поддержка, вот, что по общественной жизни, вообще изумительно у вас, каких только идей нет еще чего-то, у нас местное население, все спящие, все отправили своих детей в города, спящие любящие, все сидят, ой, да чего тут делать, ой, да чего тут это, и когда вот начинаешь, вот этот паровоз пытаться растолкать, пытаешься, там, мы организовали, ой, общественная работа, и вообще даже, я даже знаю, сколько времени на это уходит, мы организовали, 23 февраля праздник для мужиков, рыбалку, где за первое место, за одну вот такую рыбку, дают ледорог, за вот такую рыбку, дают хамблер рыбы, да, такие вот призы, мы нашли спонсоров, нам очень помогают спонсоры, да, вот, понимаете, концерты, вот сразу меняется работа клуба, когда в клуб приходят молодые, им надо то, им надо то, у них есть идеи такие, они ремонтировают клубы, они там, вот этот праздник, этот, там всех зовут, всех приглашают, и есть клубы, в которых сидят пенсионеры, опять же, это все очень удобно для чего, есть программа, да, у нас, это, как бы, свыше идет, потом спускается, на уровень областной, да, областные депутаты, вот, и дальше идет, дальше к нам, и выходит этого что, есть такие дорожные карты, по которым, ну, вот, как бы, известно, да, у нас все отчитываются, средняя зарплата 20 с лишним тысяч, там еще что-то, но люди работают на 0,3 ставки, на 0,5 ставок, и получается, они работают за 10 тысяч, да, но целая ставка 20 с лишним, и получается, как бы, ну, наверх отчитывается по одной сумме, а на самом деле вот так, сокращаются предприятия, если сейчас, вот опять же, если вот собираете деревню, ну, как-то, вот, приезжайте, посмотрите, ускорьте этот процесс, если, если конкретно взять, вот нашу, да, вот, финишский район, это 50 километров, у нас, кстати, совсем не так, и в чем на себя ведут, и вот урожайность, по сравнению, вот с южными даже районами, у нас скромнее, у нас скромнее, у нас и морозы покрепче, у нас, и у нас люди другие, люди хорошие, основной массе, вот, если у кого-то есть желание, гектары, не гектары, просто приехать, жить в деревне, мы можем, можем со своей стороны, летом организовать, принять людей, можем дать поучаствовать, поработать на земле, поработать со скотиной, пока у нас еще есть СПК заряд, где 70 коров, да, где большие фермы, мы можем дать попробовать с какими-то вот мелкими, там, да, вот у нас кролики, там, пчелы, там, еще что-то, вот, у нас есть детский сад, у нас есть школа, у нас есть пока медики, у нас есть магазины, и все, пока это еще есть, мы приглашаем, приезжайте, посмотрите, попробуйте, ну, вот так, спасибо. На такой теме интересной, я сейчас очень волнуюсь, сейчас будет мой доклад, оставим все время, все, по-честному, да, как и наше, сам не положусь, сам не важно. Ну, это правильно, да, я буду, все-таки, сейчас у нас полипрактики, и вы, в принципе, видели, да, что они говорили, в принципе, уже от сердца, от себя, снова, если на каких-то конкретных решениях, на конкретных, каких-то проблемах, вот, моё выступление, то есть оно непосредственно направлено на подытоживание каких-то вот этих моментов, вот, я буду представлять базовые проекты, поселения на северно-архангельской области, проект называется «Морожка», потом не почему, хотя вы не можете догадаться, это и ягода, то есть, что она и самая северная, вот, хотелось бы начать с слов, которые многим довольно известны, в Христану множится подобное поместье, святой сад, божественное, единица земля. Проект состоит из двух разделов, первый – это родовое поместье, второй – это родовое поселение, надо это моменты разделять и понимать. Первое – родовое поместье, вообще цель его создания – создать от райскими леса, от райскими земли, это, я думаю, понятно, то есть, именно от любого мы будем сталкиваться, и не важно, на самом деле, где он находится, на юге, на севере, да, то есть даже в Новоской области, ребята говорят, живем отлично на земле, и нам очень нравится. Ну да, деревья маленькие, короткие. Задачи поместья. Взятые из книг, конкретно, четко вышли и скажешь. Поместье, в котором будет жить счастливая семья, должно потребности всех к ним живущих пищи удовлетворять ежечасно, не допускать даже зачатия болезней. Люди, кто хоть немного сталкивался с правильным питанием, в принципе, поймут, что значит. Второе – взгляд человека ежеминутно радовать, реальность на картине изменяет. Многообразие звучания и слуха радует, оно должно обонять и ароматами цветения, а также пищу для души и эфирную давать. Также вы понимаете, если вы находитесь на природе, там меняется все каждый сезон. Там нет стандартных фасадов, там нет стандартных реклам, там нет или наше обучений, нет коробок. Там все немножко по-любому. Третий момент – задача, с которой должно по месту справиться, это очень важно, я считаю. Рождение рожденного ребенка нянчатся, сохранять любовь навечно, при этом члены всей семьи усилий тратить не должны, и мысль должна свободной оставаться. Лучше действительно не скажешь. Как сейчас показала практика, именно природное изводительие, действительно можно, можно не горбатиться на земле, как это говорят, а можно действительно… Принято. Можно сильно подходить к этому делу с ума. Отсюда идут несколько принципов сотворения поместья. Первое – градить участок от выдувания ветром путем создания живой избеллии. Второе – восстановить природное… точнее, восстановление природного ландшафта нужно обеспечить территорию для восстановления открытого водоема. Третий момент – создать многообразие растительного и животного мира, спроектировать дом, расположить множество растений, где все должно взаимодействовать и помогать друг другу. Это очень важно в друзьях. Мы часто сажаем и думаем о том, что как оно будет здесь, как оно будет там, как оно будет… Да. Потом, четвертый момент – это один из принципов. Максимально высаживать все растения семенами, предварительно, создав им условия, продвиженные к естественному. Рассаду высаживать в бедную почву, так как растения, ну, мне покажут люди, кто занимается, да, выращенные в благоприятных условиях почему-то в природной среде не адаптивуются. Вот. Хивии часто болеют. Потом, во время дизайна ландшафта я рекомендую, честно говоря, изучал этот, очень радостно, мне ребята сказали, биосферный купол. Изучал этот проект, удивительная вещь, на самом деле, для любой территории, особенно для наших сельных районов, это просто бомба. Честно, я не буду сильно застыкать, но ваше внимание на этом, познакомьтесь, материалы есть в доступе, и свободу. Использовать животных по хозяйству. Очень важно разгрузить человеческий труд, да, животных, многие животные не умеют делать те вещи, которые человек, и не должны делать. Вот. А молодых животных селить за год в один не разделяем. Часто проблемы у нас бывают, то есть один бьет другого, споры, еще что-то. С детства, с самого маленького, то есть вы наверняка видели, когда щенок, котенок, там еще кто-то, они вместе, они за друг друга держатся, куча людей. Вот. Ну и последний момент, то есть немаловажный, как сейчас было сказано, это выбрать соседей. Свой выбор лучше, да, это изучение психологии, да, то есть подтвердить подарков, в данном случае подробным деревом или кустом. Сразу, да, на вопрос, зачем? А если вы знаете, что у соседа растет какое-то ваше дерево, какой-то ваш куст, и оно вот прям помогает сделать его родовое поместье наиболее красивым, то есть, в каким-то смысле, невыкновенном, зависти к нему у вас не будет. Зависть – это одно из самых таких поздных чувств, которые разделяют даже не то, чтобы соседи, но и города и страны. У меня было очень много моментов описанных как раз растениях севера, ну, скажем так, немножко чисел фактов. В целом, флора нашего края насчитывает 1200-1300 видов высших растений, в том числе, 300-400 культур, культурных и сорных, да, 1200-1300. Если я начну сейчас перечислять, да, уже сегодня я слышал некоторые, которые я даже не знал. Вот. Надо подумать, да? Вот. Конечно, растительные южные регионы более богатые, но наши растения севера отличаются огромной, ну, скромностью красок, но, однако, хорошо известна на щедрость. В том случае, перелега, грибов – это, естественно. Деревья, да, в том числе и сосна, да, кедр сибирский так называемый, да, то есть вообще маленькая аптека. Я действительно призываю изучить подробно вот именно растительные южные. То есть сколько разнообразных кустарников, кустиков, трав обладает вселедними свойствами. Нарочная медицина признает далеко не все растения, однако народные знания, то есть в лекарственных свойствах, они просто бесценная мудрость, да, к тому же моменту напокупленная реками. Вот. Многие виды лекарственной флоры издревле использовались и в пищу, то есть я, честно говоря, лет 10 назад думал, что каждый год дубанчик можно есть. Все время я не делал в детстве, но не знаю, что его можно больше. Можно, можно, и если изучать, то много всего есть. Конечно, тут несколько моментов, поэтому из вышеперечисленного хочется отметить, скажем так, несколько рекомендаций. Первое, это нужно при переходе на землю изучить многообразие растительного мира того района, где вы хотите организовать это двое поместье. Не в принципе читать книжки, а постарайтесь вообще конкретно. Вы же собираетесь переезжать там сюда, а не туда. Последить на природе особенности его существования и развития. Друзья, надо выезжать. Надо выезжать, посмотреть, да? Может, имеет смысл пожить, всю точку походить. Это, во-первых, полезно для здоровья, а, во-вторых, это поможет вам лучше понимать свою землю. Третий момент. При создании дизайна родного подселения использовать это уже научные данные, то есть не менее 200 видов трав лечебных, 50 ядовитых. Это очень важно, некоторые ядовитые травы защищают лечебную. Кустарники мелкие, средние и кружные 50, 40, 30 не менее видов, то есть это нужно знать, выучить, читать. Деревья первого яруса и второго яруса не менее 12 видов. Деревь много, друзья. Это не только тополь, береза, сосна. И гораздо больше. Животные мира. Тут нужно затрагивать отдельно, очень много. Вообще, многим может показаться, что животный мир, особенно холодных районов, вот с Кудин. Представителей флоры и фауны здесь на самом деле по пальцам не пересчитаешь и гораздо больше. Состав животного мира между западными и восточными частями или, ну, входит, ну, как сказать, наблюдается некоторое различие. У нас, в Архангельской области, если мы рассматриваем, то есть уже не успел. Более 2 минуты тогда у меня остается. Вот. Очень много различных грекопитающих вы знаете. На самом деле, понять, как с ними работать и как их привлечать, это уже отдельный пункт. Отсюда просто несколько рекомендаций. Первое. При планировании родового поместья учитывать особенности животного мира района. Изучить его. Пройти обучение трассировки и одомашнивание животных. Это как минимум полуполезно. Третье место. Учитывать особенность существования присплекающих и насекомых. Почему? Потому что есть многие насекомые, которые помогут вам справляться с вредителями. То есть вам не нужно будет использовать пестициды. Вот. Это такое мнение. Ландшафтный дизайн это как раз по эсферному группам. По родовому поселению. Это второй немаловажный пункт. Именно как раз по организации родового поселения уже много говорилось. Здесь много говорилось. Вообще, цель создания родового поселения создать определенную культуру на земле с возможностью преумножения и улучшения пространства. Я думаю, это понятно. Мы говорим о социуме, о культуре, о быте. Во многих деревнях, честно, я смотрел, не пьют. Только потому, что там люди решили не пить. В многих деревнях живут счастливо. Только потому, что там люди решили, что они живут счастливо и делают все для своего счастья. Все. Внимание, в отличие, что встают с утра и улыбаются, они ругают наше состоящее начальство, которое, на самом деле, делает иногда даже больше, чем мы с вами. Я имею в виду депутатов и управлястов. Задача родового поселения, забота о будущем своих детей. Выдел конкретный, вы меня можете поправить или поправить в своем. Возрождение традиций предков, народных ремеселий, пропаганда здорового образа жизни, создание вокруг кулической атмосферы и утрепления для поселения семьи. Открытый такой немаловажный пункт, да? Хотелось бы объяснить. Количество человек, семьи и поселения. Вообще, с точки зрения соображений хозяйственной, не экономической, хозяйственной и функциональной направленности должно быть от 30 до 150 рядовых поместьев. От 30. Сейчас, я думаю, не надо уже разжевывать, почему под 30? Это очень важно. Так, количество семей, которые будут присутствовать именно с удовольствием. Обязательно в каждом поселении отдельно этого участка должно быть предоставлено детям из детского дома и вежесом. Приверьте, вы будете по-другому себя чувствовать, когда вы знаете, что рядом с вами есть люди, у которых, простите, но чего-то нет, того, что есть у вас. Откуда вообще такое число? Да, то есть это в первую очередь создание организации инфраструктуры, такие как момент строительства инфраструктуры, его оснащение образовательного центра, его обустройство, покупка техники для прокладки, ремонта дороги и коммуникаций, притя колодцев, общего пользования избыта продукции поместья и охраны. То есть на некоторых поместьях требуется. Я с этим столкнулся и правильный южный объем. Вот. Если у вас есть уже деревня, к которой вы привязываетесь, количество семей можно уменьшить. Оно будет постепенно вам прирастать. Почему? Потому что есть уже инфраструктура. Если вы в голое поле выезжаете, не рассчитывайте, что вы одна семья приехали пятером, и вам там будет хорошо. Просто посчитайте, кое-как лица можно. Момент, который я хочу отметить, что это касаемо защищенности семей от перепарив экономической ситуации. Вопрос у нас прямо приэквативом сегодня. В стране и регионе по исследованиям в общинах, где проходит рубль, ну, рубль, один рубль, может оборачиваться несколько раз, прежде чем покидает общину, в данном случае родовое поселение. Благосостояние членов общины значительно и в короткие сроки, в короткие сроки значение один год может увеличиться многократно. Подобное количество поселений, в данном случае, может сомнежать даже предпринимателей. Если у вас крат, можно и... Это все просто означает? Если у вас тридцать, вас тридцать, вот здесь тридцать, вот этот пекарь, этот плотник, этот слесарь, этот еще кто-то, этот товосовой, этот кулинар, этот еще кто-то. Допустим, если вы делаете, примените делать отпуск тканей, ну, шьете, да, еще что-то, вы закупаете ткань, вы отдаете деньги отсюда, да? Этот человек, допустим, работает в городе, снимает, ну, сдает квартиру свою, он решил оставить себе, то есть, определенный доход, и деньги приходят сюда, ему нужна одежда, он обращается к нему, ему нужна, ему нужен хлеб, он обращается сюда, ему нужен мед, он обращается сюда, ему нужен, понимаете, оборотом пят, одного рукят, он крутится здесь, и в этом случае, деньги все равно сюда приходят, мы все зарабатываем 2000 снаружи, если мы грамотно подходим, да, то есть, вот. Возможно, чтобы было внутри больше, чем наружу. Да, вот это же как раз тот случай, когда родовое поселение никогда не будет в улыбке, тот случай, когда родовое поселение всегда будет в доставке, и у них будут деньги на строительство, дорога, наружу, всякие конкурсы, организации праздников, покупки, там спонсоры даже, да, они всегда будут нужны. Это вот так кратко. Мне очень нравится концепция Юлия Горохова, с которой вы тоже можете знакомиться, она как раз вот в аспекте организации поселения, там концепция, команда управления, стандирование территории и тому подобное. Последний пункт, который хотелось бы отметить, это все-таки культура. То есть, еще раз говорю, мы говорим о родовом поместье, это личный наш дом, да, это еще что-то, а поселение, как культура, в которую мы хотим поместить своих детей, которые будут, принимать наши привычки, наши традиции, наши качества. Если люди будут собираться заранее, а не просто вот, надоело все, уехал в деревню, а заранее собираться группами, чем мы призываем, да, планировать свою жизнь, планировать те праздники, те обряды, еще что-то там, да, вот, заранее планировать свою жизнь, вот, подходить к экономической стороны, к хозяйственной стороне, к вопросу, вот, думать о том, какие будут у вас мессии, хобби, еще что-то, вы будете действительно высококультурными людьми, да, то есть, вы станете тем маленьким мастерством, тем маленькой ягодкой, которая не даст возможность расти другим. Спасибо. У нас следующий момент, как раз хороший, который бы хотел отметить, это Андрей Петрович, Ильич Шевков проектом, вы хотите сказать? Да, конечно. Я сейчас расскажу. Да? Я сейчас не могу сказать, да? Алис, я только вот кампты подоеду, А, да, так, тогда буквально 10 минут, и мы можем уже по ходу переходить, получить концерцию. А, все буквально будет. Да, да, еще, сейчас. Ну, вот я что-то скажу о родовых поместьях. Я пытался уже уехать в родовое поместье, но делал попытки, и почему-то у меня не получалось. И потом вот в книгах-то нашел вот такую фразу и нашел этому объяснение, что нужно сначала убрать там, где, ну, это все, фразу же все все знаете. Там, где нагадили, там нужно убрать сначала. Потом уже, скорее всего, и будет получаться. И что у меня получилось? Вот я это могу подтвердить, что, что получилось? Вот у меня, ну, я землю взял 11 лет назад, ну, как взял? Я, ну, не оформленную. Просто так вот взял на свою страх, и сейчас вот ее оформили. Вот, и стал заниматься там. Ну, вот, питомник стал организовывать. И сколько я там ошибок наделал. Вот если бы прийти бы сейчас вот мне вот с той головой на крановом поместье, это же беда там была бы. Я вот здесь, вот, спасибо этой земле, она еще как-то это вытерпела. Вот, действительно, нужно дойти подготовленную. И, как бы, природу уже, ну, понимать ее. вот, 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 как вот этого я бы хотел сказать. То, что там вот ребята говорили, ну, то уже все сказано там. Я уж там советов не буду давать в родовых поменьях, ну, в общем-то, как там устраивать жизнь, все сказано. вот тут немножко, вот если вот о себе вот расскажу, что, ну, вот в городе начал заниматься, ну, уборкой, как бы сказать, ну, вот в городе. они готовятся. Взял болото, Андрей, взял болото. А, ну да, на территории было болото. Как я ее освоил, вот тоже, вот это интересный опыт, но это город, рядом город, вот здесь, обратить нужно на это внимание. болото, а завалить, ну, машину песка, допустим, ну, вот уже, знаете, она там, тысяча девять восемь стоит. Я завозил, просил, чтоб из города, вот сюда, на эту территорию, завез более тысячи тракторных тележек листвы. Оказалось, это суперудобрение. Ну, на смену хвойного, на смену листья, она всегда приходит хвойни. И вот у меня кедырьки здесь прекрасно растут. Листва переплела, в общем-то, это очень хорошего, удобрения получилось. вот, давайте лучше расскажу о парке, который парк здесь планирует. Но, какой парк я планирую здесь? Это где, каковремя? Это город Северодвенск, рядом с городом, вот окружное шоссе, выдали 11 гектаров земли мне, и вот сейчас, вот один светлый ждал. Мне вот, 19 марта, вот, мне землю дали. Ну, в общем, город принял решение, что выдадут. Ну, город, вернее, парк, несли в генеральный план города Северодвинска. Парк, несли в генеральный план города Северодвинска. Да, вы знаете, это, да, это была сессия, там, вообще, депутаты, единодушные, приняли решение, вот это, что, вот, парку быть. вот, какой он будет здесь нарисовал художник, это его, как бы, его видение, я его просил, чтобы он нарисовал это в русском стиле, потому что, ну, вот мы, нам это ближе, он здесь нарисовал, как в голландском, потому что он 20 лет, там, в Голландии был, ему это близко. Я не мешал, но, что интересно, отсюда вышло, вот так вот, у меня здесь, вот, как бы сказать, парк, но на него, вот, этот художник наложил сказку. Это будут здесь у нас, мастеров, фестивальная зона, вот здесь будет, это ребята, вот я приглашу, которые тайбулы у нас делали, вот, интересный, вот, здесь остров, вот, сейчас, вот, мы его, здесь уже начали, вот, копать канал, 4 метра глубина, уже карасян запустили туда, но остров для молодоженов, у нас сейчас вот молодожена, чем он занимается, он сам был, ну, как бы, гостем бываем на свадьбе, и, ничего, молодожен, оделать, ленточки вяжут, замочки, какие-то глупые, вот, действительно глупые ритуалы, вот, ничего не значит, вот, там, ничего за ним не стоит, за, да, я из-за там, шимпанская, какие-то водку, и, здесь, вот, я планирую так, вот, здесь будет, как бы, зона для гостей, сюда, а, это есть, я взял с собой, сейчас, сейчас, я покажу вам эскезы, нарисовал тоже художник, вот, будет мостик, гости оставаться будут здесь, и на 15 минут будут уходить туда парочка, вон, сделаем мостик красивый, из, там же, ну, из розового мрамора даже, ну, это искусственный камень будет, но красивый будет, сейчас, я вам покажу, они у меня есть где-то, уходить будут на 15 минут, ну, у нас, как вот, вот, я вот обратил внимание на молодоженов, вот это два дня, для них это, просто мучение, постоянно, вот, их вот, дергают, дергают, они один на один не могут побыть, ну, вот, и, ну, здесь вот на 15 минут уйдут одни, а вот что в ней в это время-то, мальчикам ведь нужно будет что-то сказать, девочкам своей, а, как бы, здесь будет скапливаться энергия любви, вот, на этом, никого туда пускать не будем, даже, я туда не буду заходить, рабочим туда не будем запускать, вот только он и она, если вот, допустим, мы еще будем пускать тех, ну, 50 лет, которые там, плотина и свадьба, ну, вот, вы прожили вместе, вы заслужили этого, пожалуйста, придите, мусик там будет закрываться у нас, ну, вот, это вот, и так вот, парк будет состоять из 11 секторов, вот здесь мы уже Добрал, священный Добрал, Костя Тартарина, если кто-то знает у нас, посоветовал сделать священную Добралку, вот, интересную историю рассказал, про Дуб, ну, вот, раньше, ну, вот, Петр Первый не мог, ну, вот это вот, он уже сказал, как бы крепостными сделать, не получалось у него, и кто-то из советников посоветовал, ты выруби Добралку, вот эти священные, а их много было на руси, выруби, у тебя будет получаться, и действительно стало получаться, когда он, он все вырубил, и когда бы все были вырубены, а что произошло, ну, вот у нас диск, желтый, вернее, вот, компьютер, вот диск, информация там записывается, вот, если так вот, ну, записываю, 0 там, 1, ну, в общем, так вот записываю, но она как вот, технически записывается, если взять, например, дуб, ну, срез его взять, там тоже самый диск, но там записываются чувства, вот наши переживания, чувства, наши мысли светлые, темное он не берет, и вот, когда родители, вернее, предки высаживали Добралку, они, как бы, ну, ну, это я отец, я бы, вот, высаживая осознанно, высаживая Добралку, я вот, я бы, ну, о чем я думал бы, ну, естественно, я бы думал бы, а, детях своих, как они будут читать, ну, мечтал, и вот, дуб в это время заперет, вот это дерево, это оно, оно способно записать эту информацию, как и кедр, вот о кедр, ну, о кедре, долго можно рассказывать, и вот такие Добралки, и потом, приходя уже потом в Добралку, а, вот, что еще, вот, кстати, рассказал, вот эти данные, что мужчины, и садят только мужчины, женщины не допускают туда, ну, вот, мужчины при посадке, вот этой, Дубравы, обретал, мужчина обретал, дух, здоровье физическое, и разум, вот попробуй такого сделать, мужчину, при посадке, но он сам кого хочет сделать, но он ни за что не подчиниться, как это так, вот я уже сам рассуждаю, моего ребенка какой-то барин, мог там это продать, да это, разуму, это, Добралку убрали, и вот приходя потомок в Дубраву, просто получал, уже там, вот вопросы по жизни есть у человека, и он получал там ответы, ну, там не то, что там голос сверху говорил, а он получал, да, и вот такая у нас Дубрава уже заложена, пригласил сюда экипаж, корабля пришли, мужики такие здоровые, крепкие, такие ребята пришли, высадили Дубраву, и вот интересно, что произошло, вот это, это вот мистикой можно назвать, но произошло, мы высадили где-то более 200 дубов, потом братья напустили, ну, в общем, там, то, что, о чем говорит, в общем, это долго рассказываю, спустя неделю приезжают ко мне, с завода, в общем, и люди приезжают, я им пообещал дубов, что в заводе высадили, набирают дубов, ну, вот мы слышали, что здесь Дубраву высадил, вот такую, вот тоже, хотя бы, почему у нас не пригласил, и 8 человек было, из них было 2 женщины, 8 человек, я думаю, там это, Константина не было, вот это, который вот все, вот, знал, как правильно сделал, разрешил, и мы посадили 8 дубочков, из них 2 погибло, вот я говорю, это мистика, более 200 было высажено дубов, вот когда у мужчины высаживали, вот, ни один не погиб, это представляете? нет, ну, это так вот, нужно все это, да, но вот этот факт произошел, я его рассказываю не из книг, это со мной произошел, ну, вот это такая Дубрава здесь, вот здесь у нас планируется, это вот здесь север находится, там юг, кому-то идут, еще раз, еще и паращиков, не паращиков. Я, да, я умрёгся. Ну, я умрёгся. вот здесь у нас, да, и действительно, кто человек, который мистика взял, это, который есть на стене, не стоит, это все немножко прекрасно. Вот, хотелось бы попросить, если есть несколько слов, Татьяна Николаевна Севенова, депутат областного собрания, приступает в нас. Здравствуйте, да, сегодня у вас, вы знаете, такое замечательное мероприятие, я очень сожалею, что никого нет из министерства по местному самопозвлению и из областного собрания, с комитета тоже по местному самопозвлению. Сегодня я очень много, раз слышала в адрес депутатов и трех, или там, в адрес исполнительной власти, вот, я, слушая вас, сделала очень много от комитета. Я родилась и живу в, это, в сельской местности. Но депутатский опыт небольшой, всего лишь три года только я стала депутатом областного собрания, но, тем не менее, вот я вас слушаю, практически я тем же самым занимаюсь у себя в районе. Организую очень большое количество, у меня не городовая деревня, у меня поместья, можно сказать, у меня 5 детей, они все остались в районе, и мы много чем занимаемся. Вы знаете, как я вернусь сейчас к власти, дело в том, что, вот, я получала фразы больше информации на самом деле о том, что есть такая организация, родовые поместья, такая партия, я буквально на тому, когда готовились на областного областного собрания с докладом вот ваши соратины, потому что это партия политического цена бога соратин. Вот, я узнала о такой организации, я думаю, что и мои коллеги тоже сделали открытие, и чем больше о вас будут люди знать и понимать, как вам помочь, это будет, когда, вы знаете, когда им будет помощь, когда будет понятно, а как помочь и в чем нуждательство в помощи. Поэтому даже по итогам сегодняшнего вашего круглого стола было бы неплохо сделать ряд предложений областному собранию и исполнительной власти, неспользовавшись, я не знаю, я не знаю, чем помочь я могу, какая нужда, конечно, сегодня прослушав ваши интересные доклады, я уже примеряю там и себя, потому что я очень многие вещи делаю то же самое, что и вы делаете. Я много чем занимаюсь, я занимаюсь очень активным развитием сельского туризма уже 20 лет, есть определенные опыты, занимаюсь дикоросами и много где участвую, тоже я могу вспомнить, потому что и мой опыт тоже был поиск, если я вам рассказываю. Взяв огромный старинный долг, он у меня как центр, где мы занимаемся и кухней, и народной и фольклором, и костюмом, и гаворик, и все в этом доме есть принимаем на стену, он уже приняет, вот Галина там со своими ребятами уже приезжала, они нас останавливались, сверкали, также заброшена левая кучка, с которой один житель. 20 лет назад я взяла там землю, а поскольку мое детство прошло там, и я в тот дом лагеря работала, лагеря труда, отдыха у нас было, мы уезжали на своем пост, когда спортивные секции участвовали. И вот эти воспоминания и детства мне хотелось подарить своим детям, у меня 5 детей, такие же, а время, в начале 90-х, началось очень трудно, и я построила там, на этой горе, и я, в начале 90-х, пока я не стала депутатом. Сколько я была незаметной депутатом, тут у меня начались проблемы. Наверное, уже слышали о телеканах. Поэтому, уважаемые коллеги, все, вот вы правильно, очень, это, правильные очень у вас задачи, идеи хорошие, но, если они правильно, если они не будут поддержаны исполнительной власти, законодательной, можно все так у себя только внутри вариться и бороться с современной умельностью. Поэтому, более активно выходите. Мне очень жаль, что сегодня здесь нет никакого стресса. Мне, вот на самом, искренне жаль, надо, чтобы помочь вам, надо вас слышать, и задараться вашими идеями, и грузиться вашими проблемами. Да, если загрузиться проблемой, тогда, начиная же, а чем помочь этим замечательным людям, которые сегодня хотят развивать сельскую территорию, хотят вернуться на землю, сегодня мы говорим очень много импортозамещений. Ну, говорим, а вы производите. Поэтому, давайте сотрудничать, давайте более активно выходить на, значит, на широкие, я не знаю, в СМИ, более активно показывать свою работу и не стесняйтесь призвать на помощь и исполнительную власть, и законодательную власть. Если не буду кого знать, почему, вот Галина когда рассказывала по телефону сразу же, я не была на той сессии, я не смогла приехать, но Галина сразу после сессии сказала, что были вопросы от такого депутата, от такого. Это же интересно, чем вы занимаетесь, о вас никто не знает. Хотя, ну, вроде бы, в России в целом и широкие бы, сейчас набирают обороты, но у нас одна близкая область, ведь такой замечательный опыт, вот я и сегодня слушаю, просто порадовалась и готова помогать. поэтому, как-то основные вопросы, и что бы вы хотели бы по итогам вашего круглого стола, что требуется, ведь нужно законодательной инициативой выходить, нужно знать, а что нужно власть, что мы хотим-то в этой законодательной, если вот я, например, не знаю, что, я узнаю, например, по культуре и по детскому отдыху, я наступаю к нам и говорю, потому что я этой темой очень давно занимаюсь, и так же и здесь, депутаты все из разных профессий, врачи, учителя, и многие даже не подозревают, что у нас вот здесь нужна помощь. Вам понятно, да, врачи? В общем, да, это обязательно надо сделать, насколько вы так и будете собираться, дальше обсуждать, и угры депутатов, исполнительная власть, конечно, исполнительная власть не везде идет на встречу, хотя очень много зависит от тех глав, которые на территории, и они просто не понимают, вот я по закону, я немножко, почему моя беда, в чем, например, что у меня несогласия очень много с властью, все эти годы, сколько я работаю, потому что я бегу вперед паровоза лет на 10, и они, если не доставят до меня, вот я начала заниматься секс-культуризмом 20 лет назад, на мой откровенно вся время смеялась, что ты можешь что-то показывать, я говорю, а себя буду показывать, что я нет, что так я говорю, как я лезь, либо его, а я сейчас здесь активно я отработала, буду показывать, и вас буду показывать. И оказалось, я права, сейчас все говорят, разведи секс-культуризм, да? Все, но при него не говорили, я не вижу, не надо, просто, все хорошо, у меня фарма шла. Так же вот и здесь, ребята, понимаете? Таня Ивановна. Таня Ивановна, это уже с миллионом рублей, это уже должна государственная дума. На уровне, например, района, можно какой-то законодательный акт, хотя бы выделение земли, но для этого должна быть четкая информация, что мы хотим, это не простой путь, и это не быстрый, вначале это оформляется в законодательную инициативу, потом она обсуждается, потом ее обсуждают, и есть ли, есть ли, огромный институт работает над этой законодательной инициативой, но без этого не обойтись, над этим надо работать. Поэтому предложение должно быть очень, как бы, да, конкретное и понятное. Но если она не займется этим, она так никогда и не останется, никогда не отработается и никогда не будет принято. Вот. Прожи, если мы сделаем это один раз, потом это будет работать. Это же будет принятый закон. Это принятый закон, но он принимается очень не быстро, и он проходит чай обсуждения на комитетах, потом он идет на первое чтение, на сессию выносится, второе чтение, и только потом принимается. Может быть, если будет хороший закон, он приняется первым, второе чтение, сразу же одновременно. Но если не предлагать ничего, ничего не будет, и поэтому вы не ждите милости от законодательной и исполнительной власти, нужно сами вот прям тормошить и предлагать, и бороться за это. В этой жизни, к сожалению, мы за все боремся. Просто так никто ничего нам не принес. Хотя вот мы много говорим о возрождении деревни, о всей развитии территории и заброшенной деревни. Я поддерживаю Ивана, который говорит, что не надо от нам уездить, тяжело и сложно. Сегодня, чтобы приехать, это надо убийственный характер иметь. Я когда заслугучила желать, благо, у меня характер убийственной силы. И у меня этот убеждение очень конкретный. Я как там, меня в одну дверь не пустили, я с вами в другую. И хорошо, что я начала это у меня, когда было 29 лет, и я пришла из культуры. И если он мне детство в Санкт-Петербурге что-то не давал, я вставала на середине, пела ему песни, и он говорит, что ты можешь уже отсюда, а вот и веки. Давай еще громче, а мы можем справляться. Но это было, когда мне было 20 лет. Когда мы 54, конечно, я уже так не могу себе эти снику. Ну и все, нет, это даже не просто. Поэтому, вы знаете, вот давайте мы будем с вами дружить, и вместе работать, и не ждать, я говорю, что очень быстро результатов, но если ничего делать, я их никогда не буду. Вы очень на правильном пути есть результаты, которыми вы можете хвастать и говорить, вот, пожалуйста, кто еще может сделать это? Вы бы не приехали из города и повезли, где ваши местные жители? На самом деле, мы сегодня родители виноваты, что мы мотивируем своих детей, начиная со школы. Ой, вы давайте отсюда уезжайте. Я все время из этого, когда встречаюсь с людьми, у себя в районе игры, а вы, вы что жёте-то? Вот у нас вообще закроют медиканец, вот у нас учителение. Я говорю, а вы что, свои дети-то, отсюда так пламенько выплыли? Вы что думаете, в городские дети очередь стоять? Можно я пойду в пили? Что, в городе будет строить? Я говорю, нет, городские дети должны в городе жить, а не женские дети должны возвращаться. Вы почему ждете там делать, взять таких специалистов, если вы взять свои дети, мягко так, а мы доживем, через 10 лет, нас некому будет обслуживать, некому будет хлеб пить, на почте работать, и будем мы на куколке сидеть в старости. Возьмем потихоньку. Да. Инфан, потому что я переадресую вопрос в родной партии. Может быть, какие-то будут партийные деньги на эти цели? И вам две люди не стоят. Нет. Я хочу сразу сказать, что я не могу приехать в деревню. Откуда у нас в деревню? И партии такие же обычные люди. Вот я партию справедлива себе. Вот пускай вам партия в Угдин. Так откуда вот они, там обычные такие же люди собрались? Ну, родная эта партия, она, ну как бы, заподнятия? Ну, нет, да, мне кажется, мы что-нибудь в Лёвке. А вы, знаете, по логике вещей все партии заподнятия. И не одна из скажет, я против развития деревни. Почему нет? Все за то, чтобы деревня развивалась. Дело в том, что сейчас я хочу маленьких деревьев. Делек вообще очень много в бюджете. Просто, много их на самом деле. Вот я вам хочу прямо откровенно. Но нет такого четкого распределения, как раньше. Вот это целенаправленно идет на здравоохранение, это на культуру, это... Сейчас очень много мы можем привлечь денег не бюджетных это написанием проекта. Вот по проектам вы можете, по инвалидам, по культуре, по экологии, ну, каждый день идет масса объявленных проектов. Вот пример, маленькая деревня каким-то. 200 человек живущих. 200 человек, маленькая деревушка, но они за 16-й год вне бюджетных денег на развитие своей маленькой деревни притянули миллион 200. Пишут, есть, а вот они один, может быть, первый раз им отказали, второй сказали там про это, ну, вот, тут вся там такая молодец еврейская для других. Вот они пишут и просто они молодцы. Вот они молодцы. Поэтому тоже вот не ждите, я еще раз говорю, как милости от природы. Так же и тут от власти не ждите никакой милости. Пишите проекты, участвуйте. Сейчас ведь даже у нас в области в администрации объявлена куча проектов. Только участвуйте и пишите. Главное научиться их правильно писать, не отставить эти проекты. Ими бюджетных денег очень много можно притащить на развитие территории. Там могут и физические лица, и НКО писать, и бюджетная организация, это культура, библиотеки, дома культуры. Вот я сейчас в Веркале предложила мы объявляем конкурс. Ну напишите, пускай даже здесь 40 тысяч суппортировали, здесь 200 тысяч, тут 300 тысяч. И вот так понемножку как бы торпилочка формируется. Где можно научиться писать вот эти проекты? Администрация в городе Северодвинске как мы видим, проводится, нет, в этом люди не знают, они проводят семинары, сама администрация, приходите, пишите. Друзья, у меня есть интернет, она очень открытая сеть, и вы знаете, что я не знаю, что я не знаю, ну не с ними, где-то, есть у вас школьник. Спасибо огромное. Так, я вас приветствую всех, готовы с вами работать и сотрудничать. Давайте, в общем, не ждать, что кто-то что-то сделает. Если уж в мире такое важное решение жить на земле самостоятельно, то я думаю, что остальное вам все будет. Спасибо. Еще одна законочка вопросик. Вы знаете, что в некоторых областях есть местный закон о родовых помещениях. это вот я вот чему я говорю. Потом вернулась сюда, пыталась вот в Санжеваткином и Игорьем в Конышском районе из Северодвинска. В итоге я вернулась в город, я поняла, что кроме желания, огромного желания все равно этого недостаточно. Нужна поддержка финансовая, нужна поддержка родственников, если ты маленькая слабая женщина. И вот в итоге и много думала последние три года в городе и надумала, что большая ошибка многих вообще вот нас анастасиевцев стремиться подальше от города туда, где почищены. Я была в том же числе и живя на юге 170 километров от Воронежа и 30 километров от Росаши мы боялись когда там где-то были какие-то выбросы, думают, куда ветер подует, куда это все понесет. Никакого смысла нет уезжать, пока у нас города продолжают производить грязь. И вот я думаю, что более правильно продвигая закон о родовых поместьях, создавать поселения и глубинки и глубинки для тех, кто имеет возможность и желание уехать дальше и непосредственно в близости городов для тех, кто имеет меньше финансовых и других возможностей, чтобы другой человек мог взять землю. Не все могут уехать, даже не из детей. Есть много одиноких матерей, без мужчин, они тоже хотят, но возможностей никаких нет. Рядом с городом вроде на дачку 50-70 километров стоит еще можно осилить и ездить. Вот такие у меня есть мысли. Я считаю, что у нас на севере, конечно же, ни в какое сравнение это не идет с средней полосой здесь. Даже вот не юг Архангельской области, а у нас Архангельско-Северодинск, вот этот параллель, намного тяжелее, намного суровее. Вот. И я думаю, что обязательно нужно стремиться к государственной поддержке таких проектов создания родовых поместений. Я уверена, что это единственное, что может остановить эта мера ток населения с севера в более южные регионы. Поэтому надо нам всем сообщать. Кто не хочет уезжать, кто хочет оставаться здесь, нужно двигаться вот это направление, через депутатов выходить. Судор, пациент. Спасибо. У нас есть такой проект провести слез одиноких сердец. Если у вас нет второй половины, то, пожалуйста, приведите к нам. У нас есть одинокие мужчины, которые... я говорила вообще о одиноких женщинах. Очень много сейчас. Точно так же, как и одиноких мужчин. Мы все прибыли, мы все прибыли, мы все прибыли. Причем, очень интеллигентные такие вот хули-колбаны. Я верю. Нина Хлыбова тоже хотела... Можно? Отпишите мне... Две минуты. Я не знаю. Я не знаю. С проектов связано. Отпишите, пожалуйста. Я буквально две-три минуты займу. Вот. Я действительно поддерживаю, что говорят о городах. Потому что с такой красотой и теплотой все говорят о земле, наверное, идут в поместье. Но та земля, на которой мы сейчас все находимся на территории города, она тоже хочет такого же тепла, внимания человека. И, ну, вот как я сказала, что надо сначала убрать, где мы живем. Дела пойдут лучше. Земля быстрее найдет, и человек почувствует свою землю. Но надо сначала прибраться. Поэтому, вы знаете, у нас, я думаю, мы только начинаем. Поэтому мне хочется, чтобы мы встретились обязательно через пять лет. Почему через пять я объясню. Я хочу сейчас подарить всем, кто сейчас живет в Архангельске, по кедровой шишке. Сибирского кедра. Аплослютно с Новосибирской, сибирской кедра 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 шишка. Чтобы вырастили, через пять лет, вот мы бы с депутатом как раз бы договорились, выберите территорию, а кедровые рощи на территории Архангельска. Понимаете? И потом, ваши потомки вспоминали бы, через сто-двести лет подходили бы ваши дети сказали что-то. Спасибо. Отец положил саженец кедра. Главное, я всем хочу, у кого это возможно, вырастите, пожалуйста. И мы обязательно захотим доложить здесь в Архангельске кедру в рощу. Она обязательно должна быть. Молодец. Субтитры создавал DimaTorzok Ильинский поклон вот за все, что сказали, абсолютно за все. Я вывод делаю такой. Слов Николая, из выступления Николая взяла два слова. Любовь и культура. Почему? Я дочь двух родин. У меня Россия, север, великолепная моя родина. И Белоруссия. Почему я Белоруссию взяла? Папа мой, я с детства там, папа мой родился именно в Капище, в деревне, о чем писала Анастасия. И деревня так называется, в Капище, поселение. Жили они не в Вагнабернах. Спасибо. Я в такой культуре, извините меня, вот такого общения и уважения к традициям, к старым людям, к молодым, к творениям их, к любви. Коля говорил о любви. Вы знаете, там не говорили о любви. Если мне отец посмотрел в глаза, он глазами говорил, что дочка, я люблю тебя больше, чем мать. Вот о чем надо говорить-то. И что ощущать? Когда это будет, это первое, все получится. Второе, если человек едет мыслью, то есть, что подумал, словом, что сказал, мыслью сказал, и что сделал, то он всегда будет здоров духом, душой и телом. А у нас как басень Крылова. Лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука, вот результат. Почему мы вот топчемся здесь, на одной плитке стоим. И еще, с огромным уважением, вот это не выделяя, северодвинцу, простите, что, вы знаете, чистота у своего города убрать грязь с лика земли, это мы ее сделали, эту грязь. Так убирайте. Я, знаете, почему говорю? Потому что я убираю. Я, почему работников образовали Арсейна Триасла, для меня это первое. И грязь. И у дома у моего, я не стесняюсь, чем в баре Учинского 23, у нас сад, у нас пинтон, у нас яблоки, растусливы, никто не знает об этом. А мы знаем, потому что мы убираем, но сколько земли туда пришлось, тоже в этот сад везти, сколько мышечек убрать, сколько пьяниц, да-да, брасочек на ноги. Но это очень много. Труда стоит. Давайте и у города творить вот эти чудеса. Это будет Архангельск любимый. Это любимейший город. Михаил Архангел. Ребята, вы здесь стойте? Слов о земле сегодня было сказано много. Мы добавим еще чуть-чуть эмоций и образа через песню. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добрая семья не третит любви одной. Добрая семья. Добрая семья. Известная и на Доброй земле. Поселение Славное. Да, поселение Славное Тульской области. Живет на земле. На земле же проводят праздники. Проводят всякие интересные программы. Если есть желание, психологические тренинги зимой она проводит. Можно к ней съездить. Песня называется «Добрая семья». На ее стихе написано. Жили вы или нет, жили я две соседки. Часто чай из-за пили, кушали конфетки. Из окна порою глянут на заборы сетки. Пусть их войду друг в пустан. Добрые соседки. Добрые соседки. Кушают конфетки. Добрые соседки. Добрые соседки. А в заборы сетки. Добрые соседки. А в заборы сетки. Что случилось как-то раз? Ветер разбулялся. Душу меланы за часы. Весь забот сломался. Все границы теперь висали. Все столбы на перекон. Ты не вздумай, только глава. Сальчик мой засунок. Добрые соседки. Все столбы на перекон. Добрые соседки. Сальчик мой засунок. Все столбы на перекон. Сальчик мой засунок. И команда дуга юра, Дедушка не раздавала. А ты как лучшая радура. Лопухи мои не грошь. Тянутся в двуатковое. Дерят сантиметры. Сыро все смешки. Сыро и кричали ветры. Добрые соседки. Дерят сантиметры. Тянутся в двуатковое. Дерят сантиметры. Дерят сантиметры. Сыро и кричали ветры. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Родимая, небесами хранимая. 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 Продолжение следует...